Запись пошла, если что. А вы знаете, как экстренеры сделать поменьше? Поменьше что сделать? Менее интенсивно. По большей температуры, да? По большей температуры, по меньшей ду. Имеет смысл сместиться. Перекидай просто. Ну, чтобы в кадр лучше было. Да. Продолжение следует... 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 был понятен весь контекст. И вообще очень полезный контекст. Все это достаточно глубоко и тесно связано с компьютерной графикой. Главная задача компьютерной графики — это у нас есть какой-то заданный набор 3D-объектов, мы хотим отрендерить. Вот такой простой пример. У нас есть 3D-коровка, только на самом деле это не 3D-коровка, а 3D-коровка. Это изображение 3D-коровки. Мы хотим понять, как она хранится в памяти в виде 3D. Ну не знаю, о таком вам просто этого понятия нет, но почти у нас все в картонной графике и в рендеринге, и в играх представляются вот через перегинальную модель. То есть вы разбиваете вашу 3D-модельку, любой персонаж или любой объект на треугольнички. Эти треугольнички — это уже просто плоские объекты в 3D-пространстве, которые плоские, поэтому можно просто хранить эти 3 координаты в файлике. Все, готово. Вы можете хранить 3D-объект в файлике. И, соответственно, разбив этот объект на отдельные треугольники, вы теперь можете делать достаточно простую операцию для проецирования этого на экран. Потому что раньше у нас был объект такой целый большой объект, и непонятно было, как его проецировать на экран и создать 2-3 изображения. Теперь понятно, потому что каждый один треугольник можно проецировать на экран. Это подход, который назывался рестаризация. Это подход, который используется в 90% случаев в всех играх, в всех профессиональных софтах для рендеринга, чего угодно. Ну, возможно, не в 90%, возможно, немножко и в одну. Но это самый популярный подход, потому что он наиболее оптимизированный. Дальше есть такие более модные подходы, скорее всего, модные, которые рассматривают теперь не объект как разделенные треугольники, и мы проецируем эти треугольники на экран, а мы наше изображение, которое мы хотим отрендерить, берем отдельный пиксель и хотим получить какой-то цвет этого пикселя. Идея простая. Мы стреляем луч, по сути, из центра глаза или из центра камеры, как хотите, вы понимаете, это в этот пиксель, и то, с каким объектом это строится, то, какой цвет будет в точках, в которые мы подкремся, тот цвет должен быть и у пикселя. Соответственно, raytracing — это трассировка лучей, то есть мы должны отследить, куда лучше попадет в цене, на какой объект попадет тот в ключ. Есть такая, как я говорил, мне кажется, визуализация того, как это работает, то есть мы буквально на каждом пикселе стреляем по лучу, и мало того, что мы можем понять, куда этот пиксель пойдет, определенные подсчеты, мы также можем понять, куда этот пиксель отразится. Поэтому это позволяет делать очень красивые эффекты для... Ну, опять же, очень распространенный пример — это когда у нас в играх есть так называемый rtx of rtx on, это буквально расшифровывается как raytracing, ну и там что-то еще, raytracing, так и extreme. В общем, rtx буквально значит raytracing. И если он включен, то у вас используется не рестаризация, а трассировка лучей, и это позволяет делать такие вот красивые эффекты, как отражение в лужах, потому что вы теперь можете для каждого пикселя отследить, куда отражается луч, и отследить, соответственно, отражение из лужи. Когда у вас австрализация — это более базовый подход, потому что слева — такие вот сложные эффекты там не получится сделать, это так просто. Вот. Есть и более экзотические подходы, но это тоже для контекста важно, поэтому скажу. Так же, как и управляет raytracing для трассировки лучей, вы хотите понять для каждого луча и пикселя, какой объект пересекает от луч. Можно там... есть один подход, когда вы строите хитрые структуры данных для того, чтобы понять, луч там пересекает пол или здание, или что угодно. А есть такой подход, когда вы медленно, постепенно шагаете по лучу, пока вы не поймете, что вы пересекли объект. Вот. Называйте raymarch, то есть буквально марширование по лучу. Вот. И тут такая красивая идея то, что чтобы не перешагнуть случайно объект, то есть вы маршируете по лучу, и у вас какой-нибудь объект может быть очень маленький. Если вы не хотите через него случайно перешагнуть, правильный шаг, на который вы можете шагать по лучу, это расстояние до ближайшего объекта. Если вы будете шагать на расстояние до ближайшего объекта, то вы не перешагнете ничего. Эта еще идея будет тоже в лекции, вернусь к ней. В общем, это тоже очень классная идея, и мало того, что она классная идея, по очень красивой визуализации, как выглядит такое шагание для разных ключей. Идея классная, потому что у нас каждый объект характеризуется расстоянием до него. Если у нас есть функция расстояние до объекта, то мы этой процедурой из предыдущего слайда можем его отрендерить, то есть получить его для картинку. А когда у нас есть такие вот функции для разных объектов, мы можем их там креативными способами комбинировать. Здесь я не могу говорить, что именно за математикой с Тейкзаветом. Но когда у вас модели представляются полигранными вешенными, то есть треугольничками, такие вот эффекты очень сложно делать, очень прикольно совмещать. А когда у вас характеризуется какой-то математической функцией для каждой точки пространства, получается, если помочь, то такие эффекты делают. И еще просто хотел сказать, что вот эта вот сцена — это не треугольная модель. Это те же самые эффекты, что здесь. Треугольные формы всякими креативными математическими функциями соединились во что-то такое. И если вам... Я очень рекомендую на самом деле посмотреть на это видео. Я даже покажу просто быстренько... Поход. Человек создает формулы для всех этих фен, постепенно достраивая лицо, постепенно достраивая тени даже. То есть такие эффекты тоже непросто делать. В общем, чисто математическими, всякими инвексоидами, там, совмещением, дополнительными формами. Он получает вот такие эффекты. Вот что-то... В общем, голова у меня сама взорвается от такого подхода. Вот, в общем. Реймарчинг, марширование лучей — очень классная тема. Реймарчинг позволяет делать очень креативные сцены. Математикой чисто. Вот. Так. Идем дальше. Что-то обрежает. Идем дальше. Идем. Нормально. Английский. Опять, есть какие-либо штуки. Ты лучше пояснить. Вы хотите, чтобы выяснить, а ещё у меня... Заразка не работает. Это дебор, потому что мне кажется. Я так, может, выключу. Отлично. Исходим. 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 А вот тут переверишь. Что-то кругу-кругу. Исходим. 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 Вернулись. Исходим. Так. Исходим. Исходим. один более популярный и один более экзотический Но достаточно ли этого вообще для всех сцен, которые мы хотим отрендерить? Любых наших нужд в компьютерной графике? Достаточно ли? Достаточно ли? Все это подводка к тому, что недостаточно, потому что есть такая штука, как облака, и мы тоже, возможно, хотим научиться рендерить То есть создавать компьютерные программы, которые хорошо делают вот такие вот картинки облаков Они не твердые объекты, у них нет твердой поверхности, которые можно... Которые упереться, наверное Да, и raytracing, и рестерализация, и raymarcer Они все оправдываются на то, что все объекты — это твердые поверхности Облака — это нет твердой поверхности, у них нет чего-то, что может четко ограничить их чем-то Ну, какие-то игры вы можете захотеть, не застаривать Ну, а как? Примерно идея какая? В общем, cloud rendering — это что-то возможное Как именно это делать? Во-первых, сначала, первый шаг Мы генерируем некоторую текстуру, которая совпадает визуально со структурой облаков Ну, мы можем просто взять эти 2D slice этой текстуры и посмотреть, что примерно напоминает Если, допустим, мы можем вводить, как это выглядит в 3D, примерно напоминает структуру облаков Дальше, главная идея Так же, как и в тратировке лучей и в маршировании лучей, мы для каждого пикселя опускаем луч в этот пиксель Этот луч пересекает это облако Как нам понять, какой цвет мы получаем при пересечении этого облака? Главная мера, которую нам надо понимать — это насколько плотную область облака пересекает этот луч Сейчас я попробую показать его четким подходом Мы берем, по сути, внутри такого куба, допустим Куба как там? Пролепит? Как это называется? В общем, внутри какого-то объема у нас находится облако Мы хотим взять много точек на луче, которые пересекают это облако И чем плотнее облако в этих точках, мы суммируем эти плотности вдоль облака и получаем, по сути, финальный цвет Ну, логично, верно Надеюсь Вот Тут будет немножко математики По сути, идея какая? C — это цвет облака, альфа — это некоторая мера плотности Потому что у нас вот эта текстура, которая была на этом слайде Которую мы изгнилировали андономным образом Она в 3D, если она характеризует плотность облака А именно вероятность того, что Вероятность того, что Свет Частица света, которая будет проходить через эту 3D точку Пройдет насквозь Или нет Ну, то есть это некоторая плотность Лучшая, опять же, ассоциация, которую я смог придумать для меры плотности облака Ну, облако — это вероятность того, что частица света пройдет насквозь этой точке Вот И здесь мы ровно это и делаем Для того, чтобы понять суммарную плотность вдоль луча Мы можем суммировать таким вот образом Некоторые вероятности того, что свет пройдет насквозь каждой точке В общем, я могу пояснять какую-то формулу, но Будет эффективнее, наверное, если там Сами сидите и посмотрите По сути, да, у нас в каждой точке Вероятность того, что у нас частица света становится именно в этой точке Это вот это вот T и T И финальный цвет — это просто взвешенная сумма всех цветов по каждым точкам облака Вот И тут еще просто некая деталь про то, что у нас Вариантность — это вот некая такая функция от меры плотности облака Ну ладно, это не такая суть Просто если какая-то математика и самая важная в этой презентации — это вот эта математика Но это не так суть Главное, что если мы правильно сделаем всю эту математику Интегрирование, слэш-тумирование, как хотите, называйте вдоль луча То можем сделать вот такой вот очень полупрозрачный, полутвердый объект И дальше можем разными параметрами его конфигурировать и получать вот такие вот красивые облака Вот Я все эти вот примеры брал из видео Как раз по рендерингу облаку в какую-нибудь другую смотрите, все интересно Вот Также, на самом деле, ровно такой же подход По сути, с тем, что у нас этот объект характеризуется плотностью в каждой точке и цветом в каждой точке Он также используется и для, например, рендеринга медицинских сканов Я работал в медицинском стоптапе, поэтому я знаю немножко про это Ну и в целом просто знакома мне эта тема Что вы, когда, допустим, делаете ката-скан своего черепа, там, чего угодно На выход идет просто 3D-массив, в котором в каждой клетке хранится плотность ткани в этой точке И там, ну, по сути, только плотность ткани в этой точке, это все, что нужно Вот И как-то хочется это визуализировать для медиков, которые хотят там посмотреть на ваш скан Вот И именно такой подход используется, потому что так же, как и здесь У нас была некоторая плотность облака в каждой точке И мы это брали из вот этой текстуры, которую мы минимировали Здесь у нас есть объем, когда мы получили из КТ-сканера И, используя вот этот же подход для рендеринга, мы можем в медицинском стопте визуализировать все эти сканеры Вот Красиво По сути, из КТ получите рентген? М? Говорю, по сути, из КТ получите рентген? А, в чем... Я просто не... В чем разница сильная? Ну, спроекцировать 2D его А, ну да, по сути Собственно, ты таким образом трендеришь, по сути, склопывая весь объем Не, можно, если ты получишь рентген, просто получить 2D-слайс 3D объема Это не будет рентген, это будет слайс А рентгеном, он же, как бы, кумулятивное... Ну, ровно то, что о чем ты говоришь Справедливо, окей С лучей рентгеном отходит через 2D-к Да, в общем Можно я пытаюсь кратко резюмировать насчет облаков Может, я что-то упустил Мы, типа, генерим... Мы сэмплируем точки вдоль луча Генерим кучу текстур В каждой сэмплированной точке, ну, типа, по глубине Мы, типа, из текстуры выбираем вероятность У нас формула вот такая, там все перемножается Мы логарифмируем, чтобы у нас было лучше, типа... Да, логарифмируем, потому что у нас это мироплотности, она так выглядит Ну, соответственно, складываем эти логарифмы там, потом... Там не логарифмы, намного за экспонентность Ну, окей, ну, без разницы, ладно И, в общем, мы считаем итоговую вероятность И это будет, грубо говоря, яркость нашей точки, правильно? Ну, да, сейчас, как раз, вам можно здесь самому ничего не понимать Потому что, в принципе, у нас, опять же, есть вот тут структура облака, Которая, если взять ее слазь, то она будет как-то вот так Вот здесь облако, там, полупрозрачное здесь, здесь, здесь И когда мы стреляем лучом, мы стреляем лучом Мы попадаем в какие-то вот точки здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вот, и у нас в этой текстуре, по сути, это... Там, канал уже меня один, который просто, опять же, У нас эта текстура шактеризует плотность облака в каждой точке Мы берем здесь плотность облака И если по этой нотации, то плотность будет в этой точке, это сигма один В этой точке сигма два и так далее Дальше, вероятность того, что у нас луч остановится именно вот в этой точке Точнее, частица света остановится именно вот в этой точке Альфа и Т Это вот как раз то, что я здесь написал, да? Вот, и эти вероятности потом используются вот в этом подсчете Ну, если посмотреть, то там все логично То есть у нас вероятность того, что точка... Частица света остановится именно в этой точке Это вероятность того, что она не остановится во всех предыдущих точках Да, понятно, да Окей Вот, а, соответственно, вес точки, то есть значение цвета в каждой точке Это вероятность того, что она не остановилась раньше И остановилась здесь, положенной на цветную точку Вот Это чувствует волейм-рендеринг Главная формула, которая нужна для всей этой лекции. Также есть там всякие красивые подходы для того, как если вы как-нибудь красивые лекции сдадите тоже путем тд-массива с разными полноценными цветами, вы можете рендерить такие красивые лекции, чайник со скопионом внутри и всякие другие штуки. И график-профизы, которые показывают, как делать volume-эндеринг в OOC. Решили к сервере конструкции, наконец-то. Говорили про CalmUp, но более старая версия классическая. Называется проект под названием FotoTourism. В чем суть? Берем много-много-много фоточек из интернета какого-то определенной достопримечательности, в данном случае Ноттердам. Все эти фотки, они были сделаны в разное время года, в разное время дня, с разных ракурсов, с камер, с разными параметрами. Но если это все скормить в определенного рода старый достаточно алгоритм без нейронных цветей фотограмметрии 3D-реконструкции. Фотограмметрия — это такой термин 3D-реконструкции для более старых методов без нейронных цветей. То мы можем мало того, что понять, где все эти фотографии были расположены в 3D-пространстве, если видно все эти фотографии и тут дальше визуализируется для каждой фотографии, в каком месте пространстве она была сделана. Еще более того, мы установили облакоточек Ноттердама. То есть облакоточек — не ТВ-модель, но мы установили структуру Ноттердама чисто фотографии. И тогда было еще софт, который позволяет дальше осматривать это все красиво с разных ракурсов. Очень классно, потому что в шестом году нейронные сети появились только в 12-м году. Уже были такие крутые методы для... 57-го. Что? 57-го. Аликснэр появился в 12-м году. Нет, в смысле, я уже до тебя рассказал длинную историю, как нейронные сети появились сильно раньше, чем в 12-м году. Ну да, да, да. Вроде, в 12-м году. Вот. И до всяких популяризаций нейронных сетей уже были вот такие штуки, которые изучали структуру эти тест-сцены без... То есть чисто классическими методами компьютерного зрения. Вот. И вот то, что говорили про PLMAP. Есть PLMAP, который уже не 6-го года, а 2016-го. Он такой более модернизированный с более обновленными методами. То же самое как нейронные методы. То есть тоже используются классические методы компьютерного зрения, то есть никаких нейронных сетей для конструкции. И очень классный премп, потому что я обожаю этот премп. Взять очень-очень-очень много фото излимных от определенного района вокруг Колизея. И сделали то же самое, что с Notre Dame. Но теперь у нас весь этот район и даже целый Колизей не конструировался. То есть мы дальше сможем поэтому чисто по... Взять большую-большую коллекцию туристических фотографий и можем получить меж Колизея вот чисто по этому. Очень классно, мы считаем. До 2016-го это уже достаточно старый метод по современному стандартам. Поэтому нужно что-нибудь более новое. Ну давайте сначала немножко поясню, как работает PLMAP. Это такие старые, рабочие методы из компьютерного зрения. Очень на высоком уровне. Четыре главных шага в CLMAP. А именно, сначала мы для каждой фотографии извлекаем некоторые характеристики для каждой точки на разных масштабах. В общем, выбираем для каждой точки на разных масштабах, смотрим на эту точку, выбираем некоторые характеристики определенным образом таким, чтобы можно было совместить, сопоставить точки из разных картинок, которые соответствуют одной и той же 3D-точке. В общем, много странных слов, но главное что можно увидеть, что у нас это feature extraction, то есть выделение интересных точек в картинках. Дальше позволяет нам из разных картинок извлечь такие пары точек, которые соответствуют одному и тому же объекту. Мы это делаем много-много раз. То есть у нас, опять же, сколько там таких туристических коллекций, сотни, может быть даже тысячи фотографий одного и того же объекта нужно найти. И можно выставить все эти соответствия между точками разных фотографий. Очень-очень много таких пар соответствий. Здесь некоторые outlier, то есть ложные пары. Они некоторыми базовыми геометрическими проверками убираются. Но главное, что мы делаем в самом конце, это говорить по названию «Buddle Adjustment». Нормального русского перевода у него нет. Но по сути, теперь когда мы знаем, что есть много-много таких точек, которые… Подгонка пучка. Что? Подгонка пучка. Подгонка пучка. Пучков. Не знаю. В общем, есть такие 3D-точки и мы знаем, где они именно расположены в каждой 2D-картинке. И мы теперь можем оптимизировать одновременно и камеры, то есть и расположение камер в телепостранстве, потому что изначально это неизвестный параметр, и положение этих 3D-точек. Причем для оптимизации этого используется базовая метонная оптимизация, то есть там… ну как базовая, ну в общем. Никаких нейронных сетей, ни градиентных спусков, просто оптимизация второго порядка. То есть у нас есть много разных параметров, и мы знаем все градиенты, знаем даже все десианы, можем дальше считать и оптимизировать и позиции и расположения камер, и позиции точек с твоего пространства. Так это и есть градиентный спуск? Нет, градиентный спуск там мы только градиент знаем, а тут мы знаем вторую производную. Да, нам можно один раз после шагов, ну как бы один или два раза до скорейности. Ну здесь не один два раза, тут проблема в том, что больше… Сквази скорее всего нет. Что? Сквази нет. Нет, конечно, да. Поэтому у нас много шагов. Да. Идеально знание кисианы, думаю, сделать два шага и прийти в правильный метод. Думаю, даже если бы делали идеально, все равно не получилось, потому что даже на этой стаде все равно много аплайеров, они там в процессе… да, да, да. Все равно очень много может быть ложных совпадений, и они в процессе там делают фильтрацию, пока они получат нормальную сходимость. Вот. Вернемся к этому, значит. Метод хороший, но чего недостаточно. Нейронных сетей. Мы любим делать вот так, вот так, вот так. И получается хороший метод. Ну давайте поясним, значит. Ну ладно. Нейронные системы все знакомы. И это просто у меня пару слайдов для просто, как пример, пояснить очень базовое такое нейронные сети. Это много чисел. У нас есть вход-выход. И для того, чтобы получить выход, у нас происходит какая-то математика между входом и чисто внутренней онлайнной сети. Вот. И мой любимый пример. Вот такой вот. Есть дата-сет. Кто знает, где идут чхуахуа, а где маффины. Вот. Мы сами справляемся с этой задачей. Я хотим, чтобы у нее она сеть не училась. Ну, просто на примере, что, допустим, есть такой ротосет. Мы для каждой картинки знаем это чхуахуа или маффин. У нас установленная сеть. Она сначала будет давать плюс-минус андонные ответы. И она там. 50% в случаях будет права, 50% нет. Потому что у них плюс-минус случайные выходы в самом начале. Вот. Но если постепенно-постепенно поправлять эти ссылки у нее на сети, там, учитывая ошибку, неправоты, можем достигнуть правильники. Вот. Теперь. Приходим к интересному наконец-таки. Как можно делать машинное обучение плюс 3D-реконструкцию. Допустим, подумаем о ростеризации, которая работает с трехмерными моделями. Допустим, мы хотим вот чисто по фотографиям этой 2D-коровки, чисто по фотографиям этой 3D-коровки получить ее Mesh, ну, то есть трехмерные модели. И будем пользоваться ростеризацией как некоторым таким способом получить из 3D 2D. Что если мы возьмем просто такую сферу из многих треугольничков и будем проводить кредитный спуск по ошибке между рендером этой сферы и этими коробками. То есть можно поправлять постепенно эти вершинки, пока она не будет похожа на коробку. И это работает. То есть вот такой базовый подход к реконструкции, используя самый базовый подход к рендерингу. Когда у нас есть Mesh, мы этот Mesh поправляем, так же как и в основной сети можем где-то спуском изменять вершинки трехмерной модели. Вот. А что если мы сделаем все то же самое? Да. Окей, вот у тебя была сфера, и есть картинка, ты сделаешь свою сферу растеризацию, ставишь картинки, и у тебя этот клиент течет через мастеризацию. Да, у Pthtd есть дефиницируемая растеризация, да? Нет. Вот. Там есть всякие… Да, растеризация дефиницируемая Mesh, то есть можно провести градиенты из ошибки через растеризацию в Mesh. Ну, на крайний случай то мы можем без градиентов оптимизацию делать просто как бы безградиентными методами. Не, ну а какие безградиентные методы? RL? А? Нет, почему? RL там варианты. Да, куча их, но начиная с всем набившего оскомину как его генетических алгоритмов. Не, конечно, можно. Они работают хорошо, когда у нас поменьше набор параметров. Я думаю, тут генетик отправится, конечно, чтобы какой-то мега что-то непонятно. Нет, но есть, конечно, методы, которые аппоксимируют гудлены через маленькие изменения, но это… Не знаю, что это за хороший метод здесь. Нет, ну всегда можно придумать хак, как пробросить их. Да. Так, скорее всего там есть. Скорее всего там не придумали ничего нового, кроме как качество. Вот. Проходим к этому. А что, если мы хотим использовать ту же самую идею, но теперь у нас посередине стоит не рестеризация, а volume рендеринг. То есть мы будем оптимизировать, слева у нас стоит volume, а именно какой-нибудь трехмерный массив, допустим, плотностей и цветов. Будем его оптимизировать, пока у нас не получится в результате рендеров коробка. Вот. Да. Такой же трехмерный массив. У нас в каждой кетке хранится плотность и цвет. Оптимизируем, оптимизируем к середине птичинке, пока у нас не получается коробка в результате. Вот. Вуаля. То есть эта штука работает. Техмерный массив. Но это как-то… Тут недостаточно машинного обучения еще. Мы где-то спуск делаем, но мы хотим нерванки. Вот. Попробую пояснить интуицию за тем, что я хочу пояснить. Как я уже говорил, мы берем вот этот наш volume, берем много… суть рендеринга для каждого луча в том, что мы берем вот все эти точки посередине и сэмплим вот эту облачную текстуру в этих точках. Ну это в случае, когда мы рендерили облака. А что если мы просто ставим здесь посередине вместо текстур облаков нейронку? То есть нам нейронка будет для каждой точки говорить цвет и плотность. И мы эту нейронку можем обучать так, чтобы у нас рендер получился такой, который мы хотели. Вот. В результате получается по сути те же самые. Вот. Мы теперь просто заменили наш трехмерный массив вот здесь вот. Здесь у нас был трехмерный массив, который говорил нам цвет и плотность в каждой точке. Теперь у нас нейронка будет говорить цвет и плотность в каждой точке. И мы эту нейронку можем обучать, чтобы она давала нам нужные рендеры таким же презентом с пуском. Вот. И это называется как раз Neural Radiance Fields. Нет. А именно у нас нейронка, которая, ну, Neural Radiance Fields переводится, наверное, как нейронное поле излучений. И это нейронное поле излучения, как представляется этой нейронкой. Она для каждой точки будет на выходе говорить плотность и цвет в этой точке, которую мы хотим. Изначально она, конечно же, будет говорить какие-то случайные числа. То есть непонятная плотность и цвет. Но там долго обучает, обучает, обучает. Получается нейронка, которая понимает в этой структуре короткий. Вот. Нет. И еще штука, которую я сейчас покажу, это то, что дополнительно, если мы скромим направление луча в этой нейронной сеть, то она сможет моделировать более реалистичные эффекты по типу отражений. Потому что цвет некоторых точек может меняться в зависимости от того, с какой стороны мы на него смотрим. Что? Ничего. Да. И сейчас я покажу это вот здесь на примере. То есть я покажу мыслики визуалов автора классный, который показывает, как неф работает. Вот. Это все опримеры нефов. То есть это все нейронки, которые обучились в структуре сцены и дальше их рендерят вольным рендерингом. И еще вот пример, который хотел вам показать. Справа тут сцена с телевизором. Телевизор меняет цвет в зависимости от того, с какой стороны мы на него смотрим. Вот. Здесь такая основная лизация, которая показывает. То есть у нас есть трактор, есть картинка трактора. Рендеринг происходит именно там. Для каждой точки… Для каждой точку, а именно координаты точки X, Y, Z, а также направление луча, который мы кодируем полярными координатами, как это EFI, мы кормим нейронную сеть. Нейронная сеть дает нам цветоплотность. Для каждой точки мы знаем эту цветоплотность и их вольным рендеринг, а определенным образом суммируем вольный цвет. Дальше мы можем считать разницу между отрендеренным цветом и истинным цветом. И тренируем много-много раз для многих разных получений, и мы можем получить в нем способно такое. Дальше здесь всякие сравнения, но главное, что я хотел показать, это… Вот. То, что опять же… Если бы мы давали нейронной сети только координаты точки, то она бы не смогла делать вот такие вот эффекты, когда у нас отражение на машине меняется в зависимости от того, сколько мы смотрим. Если мы достаточно хорошо обучаем нейронную сеть, то она способна не выучить отражение и получать такие вот очень реалистичные рендеры. Одно еще пример про то, что имя и структуру мы также можем считать глубину сцены, то есть не только цветом ее мендерить, но и глубину. Ну, вот. Главная идея такая. Да, теперь еще… Сейчас, что-то… В нем сейчас нашел… Еще одна идея, которую я хочу пояснить, тоже очень важная для нефа. Это positional encoding. Если вы знаете там про берты, про chargeGPT, для того, чтобы… Что? Завтра будет… Завтра будет без chargeGPT. Там тоже будет про positional encoding, но здесь немножко в одном смысле. У нас есть точки, и мы можем коммить буквально точку в нейронную сеть, как вход в этот самый слой, а можем сделать некоторые преподсессии для того, чтобы упростить в нейронную сеть задачу. А именно… Сделаем вот такой вот encoding, который в зависимости от координаты точки, допустим, мы возьмем x-координату. Мы делим несколько чисел, а именно вот такие вот числа, то есть sin на… sin от x, sin от 2 на x, sin от 2 в степени 6 на x и так далее. Вот. Если мы смотрим, как меняется одна координата, вот так меняются эти самые positional encoding. Вот. Суть в чем, когда есть маленькие детали в нейронной сети, есть… То есть в трепостанстве у этих маленьких деталей у них… от детали к детали координаты меняются очень мало. А мы хотим, чтобы у нейронной сети получалось проще разделять маленькие детали между собой, которые находятся рядом, то есть когда-то меняется мало. Но вот эти вот очень высокочастотные фичи, вот positional encoding, которые меняются очень сильно в зависимости от изменения координаты. Они помогают нейронной сети вот… То есть правильно… Правильно понимать, где эти детали находятся и как их правильно реконструировать. Вот. Тут… Просто пример хороший, который мы здесь понятны, что мы говорим. Вот здесь у нас ground truth, то есть это исходная картинка, на которой мы обучаемся. Здесь у нас полная модель. То есть вот она хорошо справилась с тем, чтобы рендерить с этого ракурса. Дальше. Здесь просто пример, что будет, если мы не даем нейронную сеть при обучении это направление луча, она не будет понимать, что вот от того той конкретной детальки на шине цвет отражается, и он должен выглядеть по-другому. Нет. Она всегда будет пытаться делать шины черными. Вот. И если у нас нет вот этого positional encoding, то есть вот этого этих высокочастотных изменений для каждой координаты, то у нас будет очень сложно, то есть у нас будет объект замываться, потому что у нас, опять же, очень мало меняется вход в нейронную сеть, если очень мало меняет координаты. Это прикольно, потому что для этих-то трансформеров недавно, наоборот, была статья «Результат», что positional encoding только хуже делает, без него лучше работает. Работа не совсем так, он не нужен. Он не нужен? Ну, либо да. Либо не нужен, либо хуже. В зависимости от флейбора этого encoding. Тут, очевидно, он по-другому выглядит, чуть-чуть другой играет. И, возможно, тут может быть такой же эффект, который, условно, если что уходит, может быть, выучивается внутри сети каким-то образом, но, может, и нет. Но, как бы, тут чуть-чуть семантика другая. Да, тут немножко смысл по-другому выходит другой. Просто мы хотим давать нейронной сети больше информации, когда у нас очень мало меняется координат. Вот. Это амплификация, по сути, такая. Что? Амплификация, по сути, такая. Да, да, да. Именно так. Ну, и просто изучили, что оказывается синусы, косинусы, упругие декомпозиции координатов очень хорошо работает. Вот. Значит, напоминаю про эти вычитывания. На самом деле, если смотреть на исходную статью, они показывали, что цвет для луча — это, на самом деле, интеграл цвета и высота луча. Но, естественно, мы интеграл считать не умнее, мы умеем считать численными аппроксимацией интегралов. Вот. Ну, в общем, очень интересно несколько часов сидеть за этой формулой, пытаться ее понять. Но за ней логика есть. Я уверяю, у вас в самом интересном, можно посидеть несколько часов потратить свою жизнь на то, чтобы понять, почему это работает. В чем логика? Вот. Сейчас, собственно, с уравнением этого… Как оно? Основное уравнение рендеринга — это распространение света просто там… Нет, основное уравнение рендеринга, насколько я понимаю, там про отражение луча от поверхности. Ну, там в целом про распространение света в среде. Ну… Строго говоря, это вот физическое уравнение. И его рядом нету… Нет, здесь немножко другая. Если я правильно помню, главное уравнение рендеринга в этой графике — это про то интегрирование отражения света от объекта. То есть у тебя будешь попадать на объект, и то, чтобы понять его цвет, тебе нужно проинтегрировать на самом деле все поступление цвета в эту точку. Вот. И там вот интеграл вот по этой полусфере происходит. А здесь интеграл у тебя получил. Ну да. Окей. Дальше, значит, в игре понятные проблемы как не решаются, а потом про самые веселые. Вот. Главная проблема — скорость нерфа. Это первое. То, что… Да. Можно я добавлю маленькую деталь? Да. Просто тут… Ну, мы вот говорили про сверточные сети, что на самом деле почти всегда в зрении и все такое используется сверточные сети. Тут это обычный мультилейер тесантрон. Вот что самое прикольное, что сетка здесь — это просто обычный бомбек. Да. Если ее сейчас выгнуть быстренько. Вот. То есть, да. Тут не в картинке, которую можно в процессе здесь буквально. Вход — это вот… Ну, не отличилась чиселка больше, потому что мы проводим курифтодишинный ковинг. Но это вот такая плоская нейронная сеть, то есть самая базовая нейронная сеть, которую только можно сделать. Да. Поэтому никаких сверточных. Просто какой-то черный ящик, да. Мультилейер тесантрон. Да. Да. Мультилейер тесантрон. Ну, так нам нужно функцию аппроксимировать. Вот мы ее. Млп аппроксимируем. Да. У нас универсал аппроксимейшн теориум для него есть. Горит, что сработает. Вот. Ну, я… Микросвязь в прошломеке. Главный прикол нейронную сеть в том, что мы изучаем не какую-нибудь сверточную нейронную сеть заранее, чтобы потом ее просто инференстайм принять на любой картинке. А мы изучаем нейронную сеть на одной сцене. То есть мы учим нейронную сеть предсказывать цветоплотность для одной сцены. Для каждой новой сцены нам надо заново научить нейронную сеть для этой сцены. То есть можно сказать, что информация о сцене находится в весах университета. Да. Вот. И хранится очень… Кажется, там 5 мегабарит. Там хватает в 8-слойной сети. Да, да, да. Прям совсем какие-то копейки или очень маленькие. Хранить большую сцену тогда, что очень мало информации. Вот, да. Я даже взял, но… Кстати, очень важный этот момент, что это на одной сцене учится. Потому что было непонятно. Да, извиняюсь. Это важный момент, да. То есть у нас нейронная сеть учится по точке и направлению луча. Для конкретной сцены предсказывают цвет и плотность для конкретной этой сцены. То есть у нас никакой генерализации нет. Мы для каждой новой сцене, то есть тест тайм должны обучаться. Все, да. Провокационный вопрос. Да. Получается, этот нерв нельзя применить к реконструкции по изображениям, если мы не знаем направление, с которого изображение было снято. Вот. Можно? Реконструкция… Реконструкция нервом по одному изображению возможна. У меня будет в этом самом конце доклада. Нет, так фиг с ним один, два. Если мы не знаем точки и направления, с которых были сняты, то направление луча мы в нее скормить не сможем. В конце концов, для обучения нам эти камеры позиции нужны. Почти во всех ситуациях мы все-таки хотим по констате и мы заранее эти направления камеры знаем. Я даже буквально через два слайда буду про то, откуда мы получаем эти направления камер. Вот. Будут способы, как обучать на одной сцене у нас неизвестно, как они называют. Ну, или там, известно не так хорошо. Интересно. Так вот, я хотел правильно открывать. Вот нерв обучается один-два дня, вот самая классическая статья, самая первая, обучается один-два дня на одной сцене. То есть вот этот базовый лего-трак, который вы увидели, вам нужно было на V-стогой кушке обучать два дня, чтобы он там хорошо рендерился. Мы так не любим. Поэтому приходит NVIDIA, там, нерв это статья четырехлетней давности, что-то такое, трехлетней. Вот. И типа полтора года, два года назад примерно NVIDIA их лаборатория выпустила очень круто улучшение нерфа. Тут несколько примеров, как можно понять подобные нервы на сети. Но главное, что мы хотим увидеть, это вот третий с лисой. Это та же самая обучалка на картинках. Но теперь она работает в реальном времени. То есть вот десять секунд прошло, даже три секунды прошло, у нас уже прям ох как обучился. Как это работает? Тут идея классная. То, что мы говорили, что... То, что Изара упоминал, то, что нервная сеть маленькая хранится в пяти мегабайтах. Теперь у нас не просто нервная сеть, но у нас инструктор данных, в котором у нас хранится информация о сцене. У нас много засвечивающих проектов. Но в чем суть главная? Думаю, здесь как раз тоже лучше показать. Безумно. Мы раньше, я показывал, у нас самый такой базовый подход, очень старый, не очень старый, просто очень примитивный. Это иметь такой трехмерный массив всех плотностей, цвет вот так вот. И брать просто в каждой точке... Ну, это воксели, по сути. Да, по сути, да. Воксель массив просто, который будет представлять собой плотность цвет. Вот. А теперь, что мы сделаем? У нас есть имплиссит такой воксель массив, то есть доставаем, что у нас трехмерный массив, и мы берем точку, получаем координат, по сути, номер клетки, в который мы попадаем. Мы хэшируем его в одномерный массив каких-то печей. Вот. То есть мы трехмерный массив, он большой, мы не хотим его хранить весь в памяти. Мы в каждую клетку, в картинку каждой клетки хэшируем в какой-то одномерный массив, то есть он будет размером, на размер печи, допустим, 256 будет достаточно. Вот. Сейчас появится смысл. Значит, мы хэшируем каждую клетку в какой-то номер в этом массиве, получаем эмбидинг из этого массива. Этот эмбидинг, покажи, мы для точки получили этот эмбидинг в этом хэш-массиве, кормим в нейронную сеть. Вот. В чем суть? Трехмерный массив большой, хранить мы не хотим. Идея, почему бы нам не заколочить трехмерный массив в одномерный массив хэша. Проблема у нас получаются коллизии, потому что, естественно, если у нас этот эмбидингирующий первый массив, одномерный массив будет меньше, чем полного взаимства трехмерного, будут коллизии. Но прикол в том, что оно работает. То есть даже если у нас для разных точек трепространства, то есть для этой точки эта точка будет коллизироваться с этой, и они попадут в одну. Ну, мы используем несколько таких трехмерных массивов для разных масштабов. То есть здесь это будет такой виртуальный трехмерный массив для, так не знаю. Ну, короче, если мы выучиваем фичи сами по себе вместе с их интерпретацией в цвет нейронкой, то она просто может научиться, что окей, половина фичи соответствует вот этой клетке, половина фичи вот этой клетке. И пофиг. Ну, или сама она может научиться интерпретировать эти фичи, как она хочет, если мы их выучиваем. Поэтому она сама внутри может разделять эти коллизии. Да, она коллизии может разделять, если мы ее достаточно долго обучаем. Ну и хорошо. Там небось Local Society Hatch используется? Нет. Мональный хэш. То есть буквально у тебя получается координаты, точнее координаты, в общем, номер ответки, никакого Local Society Hatch берем. И нам не важны коллизии, опять же все короткие руки. Коллизии не только получится разрешать. Но тут еще главная идея не просто, что у нас есть такой трехмерный массив у моего хэшера в одномерном. А у нас есть несколько трехмерных массивов на разные масштабы. То есть у нас есть такое, допустим, тысяча третий степени разрешения трехмерного массива. Опять же, нам нужно хранить его в памяти тысяча трехмерного в третьей степени. У нас есть .d параметр, который для этого одномерного, и мы его контролируем. Еще там, не знаю, 256 в третий, 8 в третий. Такие вот размерности для еще одного массива. И мы на каждой точке здесь тоже берем клетку, у нее тоже там, она хэшируется в свой, наверное, массив. Здесь мы тоже берем embedding. И мы не по отдельности ходим, мы берем все эти embedding из разных размеров. Здесь тоже у него свой embedding отсюда. Мы все конкретинируем из разных масштабов. Один большой вектор embedding для одной точки. Это абстрактная модель сцены. Это абстрактная модель сцены. Откуда у нас тут этот массив? Это 3D-сцена или набор флага? Это 3D-сцена и мы обучаемся как они массивы. А тогда... Да, все понял, да. Но мы думаем, что 3D-сцена... Если мы обучаем 3D-сцены, то мы должны сетку закинуть в тренировочную дату, а если это массив 3D-сцены, то мы пытаемся обстановить. Сейчас. Тебе непонятно, как мы обучаемся, да? Сейчас я могу вернуть к тому, что у нас была. Да, это пропустили. Вот смотри, мы умеем рендерить. То есть у нас есть нейронка, она получает цветоплотность для каждой точки, и мы умеем их все суммировать в исходный пиксель. Вот, мы получили цвет этого пикселя, и у нас есть правильный цвет этого пикселя. Мы берем пиксель из какой-то картинки. Мы знаем правильный цвет его. И мы с помощью нейронки рендерим этот пиксель. Мы знаем разницу между этими пикселями. И считаем ошибку между ними двумя. И глядно спуском спускаем это в обратную геронку. И теперь у нас есть массив, это массив координат 1,1,1,1,2. Опять же, этот трехменный подход, который я показывал чуть раньше. Но мы сцену на кубики побили. Вот этот массив, это массив этих кубиков, из которых мы собираем сцену. Вот. Базовая идея, опять же. В абстрактном 3D пространстве. Самая первая идея, да, то, что у нас есть трехменный массив в каждой клетке, вот, допустим, в этой клетке, у нас здесь хранится цвет и плотность. И мы когда опускаем луч, какой-нибудь такой, и берем много-много-много точек, какие-то точки попадают вот в эту клетку. И мы берем для этой точки цветоплотность из этой клетки. Это трехменный массив, который представляет собой сцену. Это понятно, да? Да. Только, типа, когда мы устанавливаем эту сцену, мы видим, что у нас нет этой сцены. У нас нет этого массива, да. Мы его обучаем в ходе... Да, да, да. В ходе ручей. У нас это делается в весах сетки, а не в кубиков. Смотри, это базовая идея старая. Мы можем обучать кубик. А то, что я сейчас показывал, мы обучаем и кубик, и нейронную сеть. Если в сети я включаю, естественно, параметры восстановления, то что получается? Кубик? Мы кубики не существуем, на самом деле. А что мы добавим? У нас есть трагомерный массив. Размер T на 250 аж. Есть, понятно. Нет. Все. Окей. Такой кубик — это список кардинар 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3. Это вы дали виртуальный кубик, который мы используем для хаширования. Все. Спасибо. В этом кубике нет и цветов, ничего. Только это список кардинар сцены. На которые мы уже пытаемся отреагировать. Ну, типа. Окей. Все. Так, а вот теперь можно я тоже тем же снова займусь примерно. Окей. Насколько я понимаю, ситуация следующая. У нас, короче, есть набор камер, для каждой которые мы знаем его положение и картинку, грубо говоря, с которой все сняты. Он типа как вход к любой 3D-реконструкции, да? Изначально мы можем взять и научить на этом всем воксельный кубик. Можем. Это мы с этого начали. Потом мы говорим, что мы не хотим учить воксельный кубик, мы хотим это все зажать в веса нейронки. Мы берем многослойную какую-то полносвязную нейронку и в нее это все запихиваем. А вот тут начинается неочевидный переход. Видимо, нам не хватает по какой-то причине этой многослойной нейронки, потому что она долго учится. И мы хотим в нее какую-то другую. Потому что она плохая какая-то. Она долго учится, потому что у нас очень-очень-очень много пикселей. И мы сравниваем каждый пиксель попарно. И это очень долго. Я могу пояснить сейчас. Я вернусь к этому слайду и поясню, в чем мотивация в возведении этой дополнительной структуры. Тогда... Просто сам, когда мы рендерим, у нас выход как бы... У нас просто очень много надо рендерить пикселей. Мы для каждой картинки рендерим каждый пиксель, да? И, соответственно, считаем лосс по всем этим рендерам, по всем картинкам сразу. И мы не хотим этого делать. В одном патче мы можем брать не целую картинку, а один луч. То есть мы берем набор лучей, а не картинок. И мы эти лучи рендерим и считаем ошибку по этим лучам. Вот, но... Ну это в словом... То есть у нас как бы вообще не картинка, а пиксель. Да. То есть это прям много. Это очень... Надо обучать долго. Опять же два дня обучения полноценного. Вот. Ну а в любом случае мы, когда не любой обучаем, нужно обучаться именно в бачах на пикселях. То есть мы это не обойдем. Наша задача это сделать такую структуру, которая сильно проще... Во-первых, сильно быстрее рендерить и сильно лучше пропадить этот градиент в структуру какую-нибудь. Потому что, опять же, у нас когда... То есть буквально представьте себе, мы пытаемся научить нейронку через картинки, что у нас здесь вот пространство между вот этими двумя детальками в шине. Это очень тяжело. Вот. Но если у нас есть какая-то структура в 3D, какой-то виртуальный кубик... Ну если вы покажите, мне это интуиция. Здесь трактор, у него есть вот такие детальки шины. Это... Так. И мы хотим, чтобы нейронка поняла, что это здесь вот так, и здесь вот так, и здесь вот так, и здесь пространство, да? И у нас на всю эту сцену наложен виртуальный трехмерный который потом фешируется в одномерной массе. Раньше мы кормили вот эту точку в нейронную сеть и хотели получить правильную цвет и плотность. Теперь у нас координата вот этой точке, она, по сути, накладывается на кубик в этом большом кубе, некоторую клетку. Отсюда... Ну то есть не отсюда, на самом деле, а из соответствующей точки соответствующей клетки в одномерном массе мы берем эмбейдинг и дальше этот эмбейдинг уже по нейронную сеть. Суть в том, что у нас теперь есть более явные пищи для каждой точки пространства. Да? То есть раньше у нас нейронная сеть должна была как-то в себе понимать, что происходит внутри каждой точки пространства. Это было тяжко. А теперь у нас есть вот эта вот структура, на самом деле виртуальная, на самом деле это трехмерный массив. И здесь в этом кубике может более явно находиться эмбейдинг, который говорит, что вот здесь вот у тебя вот такая вот деталь твердая, здесь у тебя там пустое пространство. И вот эти эмбейдинги в трехмерном массиве, они сильно лучше там, обучаются, сильно проще. Надеюсь, в эмбейдинге имеется в виду вектор хэшэ. Да, вектор хэшэ. То есть мы хэшимаемся и там получаем вектор эмбейдинга до этой точки. Окей, ну то есть мы, получается, сжимаем вот пространство трехмерное, дискретное, которое этот кубик, мы жмем его в какие-то вектора мутные? Да. Жмем его с коллизиями, но опять же. Это тоже трехмерный кубик, просто теперь у нас есть некоторая коллизия между клетками. Вот. И это для амбейдинга не проблема. Потому что если ее достаточно долго обучать, то она разрешает эти коллизии и там. Так, как мы потом рендерить начнем на это? А, типа вдоль изучаем? Вдоль изучаем. А, окей, понятно. Рендерится так же. Мы вредим на сетенную сеть. Мы это все коронавируем сеть. Здесь мы получаем RGBA и сеть. И все то же самое. Просто теперь у нас посложнее структуры для того, чтобы для каждой точки получать эти самые RGBA и сеть. Эти амбейдинги обучаются одновременно сеть. Обучаются параллельно сеть амбейдинга, да. Вот. И это позволяет в реальном времени и обучаться, ну, да, обучаться тоже в реальном времени рендерить. Благодаря тому, что все в кузе. Ну и сама эта структура, конечно, сильно быстрее помогает. То есть даже если в PyTorch это реализовать, то она будет работать в 200 раз быстрее, чем по-намеремонии сеть. Но если это все сделает в куть EFC, то, естественно, будет ума и в реальном времени обучать себе нервы. Получится. Вот. И это все open source, то есть вот ссылочка. Можете, если у вас хорошая подружка, можете у себя локально обучать нервы в реальном времени. Вот. Непонятно, на самом деле, за счет чего ускорение? Так. И второй вопрос у меня был тоже. Мы, как бы, хотим срендерить пиксель, мы берем луч, считаем те квадратики, которые попадают на этот луч. Да. Ну, типа как, рестеризовать его, по большому счету. Не. Ну, потом... Ну, понятно. Ну, похоже на то, получаем такой, типа, как Minecraft. Так. Этот самый... Квадратики получаем. Да. Воксилизовали, да. А потом его, соответственно, координаты каждого квадратика хэшируем. Берем эмбеддинги и это все суем дальше по нейронке уже. Да. Вот такой. А, понятно. Мы суем, опять же, эмбеддинги для одной точки. То есть мы... Для одной точки берем, например, эмбеддинг и... Ну, понятно. Для, как бы, одного пикселя, получается, мы все эти эмбеддинги по всем точкам суем в нейронку. Не-не-не, мы... А, и она нам предсказывает всегда... А, понял. Окей. У нас вот камера. Вот луч. Берем точку, 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 точку. Вот. Для этой точки отдельно мы пускаем все в виртуальный сначала объем. Это в хэш табличку. И это в нейронку. Сейчас. Здесь все в нейронку. И это отдельно пускаем в свою эту нейронку. Вот. Так для каждой точки мы по отдельности все суем и получаем цвет и плотность. И потом эти цеплотности, которые была радио сумки. Не, ну так-то, поскольку мы шагаем всегда с одним и тем же расстоянием, мы все точки эти можем заранее... Ну, мы знаем точки заранее, можем их все в параллель засунуть и посчитать. То есть все проюризуется, конечно. Да. Ну, просто объемка заранее берет только данные об одной точке, не об одной точке. Как составляется хэш-столбец по координате? Ну, буквально, мы берем тюбл, типа, ejk-кордиатор. И это там, это хэш-эвый способ чисел, как номер стуки хэштаба. То есть, опять же, у любого цвета есть такая вот... Вот есть три числа, нам нужно их закодировать в одно число, да? Да. А, ну это можно по-разному делать. Если у нас есть resolution, у этой resolution, я не знаю, M, то способ кодировать этот тюбл, можно это закодировать однозначным числом, i на m в квадрате плюс g на m плюс k. То есть у нас будет объекция между этим тюблом и таким числом, но это число уже можно хэшировать. Понятно. Короче, хэширование просто из трех координат делаем одну координат. Да. А у тебя ячейк в массиве меньше, чем клеток. То есть ты получаешь хэш, по модулю его берешь, вот когда ты берешь по модулю, у тебя возникает коллизия. Ну, размера, массива. А, это размерность имбейдинга. То есть здесь может имбейдинг быть любой. Это как, опять же, как в GVT, у тебя токены для каждого слова. Некоторые, как сказать, энкодинга каждого слова будет такого размера, который ты захочешь. То есть чем больше, тем больше будет информация в нем на сети. Ну, в том числе и больше памяти она будет хранить в нем на сети. Ну, я не помню, тут могут быть другие размеры для этого вводника. Совершенно беден, да. Ну, просто 356 часто используем на число, может быть меньше, может быть больше. То есть, по сути, мы же, когда хотим 3 числа заберем на число, там сколько получится, сколько получится. Не может быть. А потом мы искусственно 356 понизируем 1 и 7. Нет. Это гиперпараметр во время обучения. То есть мы создаем в тэш таблицу, выбираем просто какое-то знание перед обучением на одно число. И вот такой будет разговор нашего массива, и мы этот массив будем обучать. Это не что-то, что мы не обучение. Это что-то типа как просто линейный слой делаем. И он как раз таки обучается. Ты можешь понять, как размерность фичей. Просто можно так делать. Можно замапить координату в бета-хэш таблицу с помощью линейного слоя. 100%. Можно. Делается ли так, непонятно. Что-то зачем? У нас размер этого изначального размера бетинга равен размеру словаря. То есть если у нас 100 тысяч слов языка, то размером 100 тысяч. А потом мы искусственно понижаем. Можешь в FCA или 100 тысяч, да. Какое число, которое захочется. Какое число, которое захочется, ставишь сюда. То есть чем больше, тем больше информации, тем сложнее. И если еще есть вопросы, то говорите, потому что это такая важная идея для оптимизации. Если нет, то пойду дальше. Тут еще просто несколько прикольных примеров того, как можно использовать все это. Например, можно использовать нейронку для обучения картинок. И вы можете компрессировать картинку, кодируя по сути мейпинг из координаты пикселя в цвет. И у них также, видимо, есть функционал для того, чтобы немного изучать картинку. И получается сжимание неплохое. Ладно. Для повышения качества что увеличивается? Размер качества? Для повышения качества? Это картинка, это другой пример немножко. Ты об этом спрашиваешь? Скорее то, что иногда скинтересованно. А, да-да-да. Для повышения качества. Опять же здесь есть много рычагов для повышения качества. Но главное, да, у нас чем больше коллизий, тем хуже. Потому что нейронке нужно разрешать коллизии в течение обучения. Ты понимаешь, что эти заточки, на самом деле, разные. Поэтому чем больше размер техноштаб лица, тем меньше коллизий, тем больше качество будет. То есть это основной способ? Или какие еще есть? Что еще есть? Еще есть хорошая нормализация данных. Чтобы все было на различной сцене и в хорошем освещении. Еще можно увеличить нейронку здесь. Еще, опять же, как я говорил, здесь есть несколько масштабов. Можно еще больше масштабов наставить разных. Или немного. Нужно еще отсудить. Сложно чего-то ответить на вопросы. Чем больше фотографий, чем больше разных ракурсов, тем лучше. Ну и да, еще можно по сути сайзовым подлинг изменить. Чем больше, тем лучше. Тем больше информации будет не вести. Вот. Так. Это я все говорил про то, как ускорить нейроны и нервы. Там еще будет пара идей, как ускорить нервы. Но это такая самая главная, которая теперь посеместно используется. Вот такие вот хэш... Ну, то есть так называется хэш-нкодинг. Вот. Вторая проблема. Из трех будет три проблемы. Вторая проблема в том, что из нервов очень сложно извлекать меши хорошие. То есть трехвременные модели. Потому что мы все-таки хотим реконструировать объект и ставить его в тлендер, в юнити, во что угодно, чтобы это было в вашей игре. В чем-нибудь. Вот. Проблема в чем? У нерфа, опять же, у него каждый точек пространства имеет миру плотности. Все адритмы, которые производят мешинг, нужно четко принимать для каждой точки. Допустим, если знаете адритов Marching Coupes, то будет про это позже. Им нужно знать четко различие. Сигма должна быть больше чего, чтобы мы читали, что могут быть три объекта. То есть у нас есть какой-нибудь... Мы человечка конструировали путем нерфа. Внутри у него сигма может быть хоть один, хоть два, хоть три. И мы хотим понять, насколько большая сигма должна быть, чтобы мы считали, что мы внутри объекта, что мы внутри мешан Я потом поясню, как это используется для мешанок из нервов Это просто одна проблема, и через несколько слайдов будет то, как она решается Третья проблема, которую мы уже спрашивали, типа неизвестные позиции камер Да, естественно, мы, как люди, у нас нет каких-то суперлигов для калибрации позиции камер, чтобы знать о заранее Нам хочется просто по картинкам понять позиции камер Есть попытки получить позиции камеры путем взглядов спуска во время обучения То есть они неизвестные, мы их рандомно инициализируем И также взглядов спуском оптимизируем и позиции камер Получается такая хрень Это, конечно, не 3D-шная сцена, это 2D-шная просто пример Что, допустим, у нас известны некоторые кропы картинки, и мы хотим понять позиции этих кропов Но получается такая хрень, если мы заранее не знаем позиции камер То есть грозетный спуск будет не сходиться для камер Потому что там не очень все хорошо и сложно произносить Скоро все недоспецифицированные задачи Ну, типа, да То есть локальный минимум там... Вот, решение в любой вообще статье по трейдер-конструкции Предварительно используется фотогометрия То есть классические методы компьютерного зрения Для предварительного получения позиции камер Вот, это решение Ну что, ну, так и работает Но я поясню еще про красивую идею Потому что можно все-таки красивые идеи камеры получать и во время обучения Там будет немножко проблемно То есть у нас не получится, если у нас совсем неизвестна камера У нас получится только если у нас известны очень неточные камеры Вот С очень неточными камерами мы можем по время обучения и грозетным спуском обучить Если совсем неизвестно, то все-таки предпочтительно всегда использовать callmap заранее А почему callmap? Ну, в смысле, понятно почему Он просто есть взял и неизваешь Но... Задача же простая Нам надо точку сматчить и... И получить, соответственно Попадное... Ну, короче, и потом высчитать Просто тренировляться в руках И у нас есть нейронный алгоритм для этого Почему мы не знаем это? Ну... Если честно, вот я сравнение callmap в плане Там базовых километров и... Ну, в принципе, я даже не знаю Может в callmap уже используются Эти вот feature extraction Какими-нибудь нейронными клиниками Вроде да, насколько я постоянно помню Даже в callmap используют SIFT простой То есть базовые характеристики Ну, не знаю Просто для столько устраившихся инструментов, который работает хорошо и стабилитно Вы просто взяли и... Я могу ответить на самом деле Что? Мне кажется, я могу ответить Ну, просто callmap работает и нейронки не работают в этом... Ну, да, нейронки работают Работают лучше, чем любые другие... Ну, мне кажется, я видел статьи, которые... Лучше для чего? Ну, то есть вот... Ну, наша задача... Ну, как, callmap зачем? Ну, чем хорошим? Тем, что ты можешь ощутить в тот... Ну, себя в пространстве Да, то есть это в том числе Можно слэм там callmap решать Ну, так это и слэм и есть, по большому счету Кроме отдельных... Вот, для слэма все есть Ен-то-эн нейроны полностью Соответственно, если у тебя ен-то-эн, то все решается Ну, правда, там на графах, ла-ла-ла Но, как бы, на него и все это есть Все работает В общем, в большинстве случаев просто нам что-то более пафосно не нужно С слэма работает стабильно, хорошо Да, это специально и работает И хорошие устающиеся инструменты У нее там уже есть Много места использовать Воль нет Ну, типа, возможно, это могло бы помочь Ен-то-эн историю сделать То есть, как бы, соединить одну И ровно с другой И все уже где-то Потом все равно, опять же, если ты обучаешь изначально С неизвестными камерами, как я показал здесь Опять же, такой, например, с 2D Но на тебя очень хреново сходятся камеры Если ты обучаешь их изнутри суда У меня вот ответ есть еще по поводу слэма Слэм это символ тэниас, там, что-то Это, по большому счету, онлайн-задача, да? То есть, мы вот выезжаем роботом, начинаем фоткать и строим Не-не-не, ну, в смысле, онлайн, онлайн, может быть, оффлайн, может быть, онлайн, какого можно Да Скажу вас, прерывайте, пригласите на замечательных полных на улице В серебряде свете инструкции, они могут следовать за мной Я вас привезу под перерыв Да, давайте сделаем перерыв и продолжим Сейчас будут практически нет, сейчас все интересное буду показывать А вот так вот выглядит У нас Спасибо 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 Всемир Если коллизия двигается, будет сломано, то будет такая хуйня. Ну да, тут все равно много достаточно креативности, как-нибудь специально они что-нибудь хреновое скармливают. Что? Наверное, как раз коллизии будет вырезать. Нет, это не про коллизии. Это про то, что если у тебя сцена двигается, то у них главное положение ломается, и у тебя нет спуск, будут совершенно рандомные вещи в все точки пространства пласть. Поэтому даже если коллизии не было, все равно он будет в бесконечном локал, потому что у меня просто нет правильной сцены, которую не можно выручить, а он с этой двигающейся сцены будет в бесконечном локал, в попытке интерпретировать правильную сцену. И вот, кстати, забавные штуки. Если попытаться делать меш, извиняя в студию, именно чисто по нерву меш, это получается вот что-то... по большей части, конечно. То есть, из базовых таких нервов, мешать в студию. Это я. По большей части, конечно. То есть, из базовых таких нервов, мешать в студию. Получается чуть лучше, если сделать немножко другой подход. Чуть лучше. По поводу движущей сцены. По идее, если в ту же самую сцену, понятно, какие проблемы. А если про это просто закидывать timestamp, то есть, по этой фотографии была сделана один, два, три. То есть, дайте себе возможность... Есть просто флоу-бэйс. Есть же реконструкция через жены. Флоу-бэйс и всякие реконструкции. Да, у тебя есть буквально статьи, которые этим и занимаются. То есть, они в нем кормят, они только... Они удовольствием кормят время, и у них получается сделать реконструкцию, но это очень долго работает. То есть, это очень проблемный подход. Есть лучшие подходы, у меня будет пару слайдов про динамические нервы. Это возможно. Так, все пришли. У кого-то нет? Не знаю, не точно. Ну, окей. Ну, я думаю, что он был, был бы уже отнимен. Ну, вот, все. Да, ладно. Доброе. Ты остановился? Ну, ну, ну. Кому на нервы? Ах. Ах. Ну, ах. 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 Кому-то не недо kötете. Так. Да, это нельзя. Вот, значит, здесь я хотел показать непосредственно набрать инструмент, который вы можете использовать Вот как раз то, что я здесь показывал Это инструмент по названию у меня в Studio У него очень классная документация И очень такой user-friendly опыт То есть здесь нужно... То есть это то, что надо угонять сюда локально То есть вы себе ставите пайти на среду с всеми зависимостями Ставите себе инструмент И дальше у вас есть очень классные интерактивные вилы для ваших обучающихся нервов И более того, здесь используется нерв от этой самой AtomVitia, который Instant NGP И поэтому вы можете в реальном времени достаточно прикольно смотреть, как обучается нерв То есть на этом мне понадобилось 10 минут на его обучение Не 2 дня, а 10 минут И можно в реальном времени смотреть, что он обучается Вот, какие-то еще приколы есть Тут, да, новое зрение Вот для сцены, которую я тренировался с этим замком Там было типа 70 фотографий и словку От 70 до 100 фотографий Им нужно было только 3 гигабайта GPU для того, чтобы это обучалось Это очень круто Обычно всякие такие 3D подходы используют У меня там про 10 гигабайта А здесь 3 гигабайта Поэтому даже любительство какой-то GPU можно обучать у себя нерв Вот Мешек Спортинг Уфим Динифренды В общем, все находки классные Вот Он работает с разными данными То есть можно давать на вход Какой-то картинки То есть картинки это лучший подход Потому что Видео, когда вы снимаете Если вы снимаете на кадр Это тоже картинки Но в видео у вас есть motion blur То есть у вас будет немножко измоматься Если вы делаете отдельные такие стабильные картинки То у вас будут получаться качественные реконструкции Более качественные Дальше Можно давать на вход и всякие 360 данные из 360 камер И из других программ, которые дают предобработку В том числе данные следа То есть следа тоже можно использовать Естественно на реконструкции Для улучшения качества всего Вот Вот Теперь говорим про всякие Разные расширения для Nerf Которые Базовый Nerf он классный Но хочется как-то использовать в реальной жизни Ну и еще какие-то улучшения для него сделать Вот Вот Я говорю про то, что Хочется уметь Хорошо развлекать внешность Nerf И проблемы То есть Ну тут даже пример, на самом деле Есть pull-up То есть pull-up Это самый старый Иширный 16-го года Классический метод для цельной реконструкции Он работает для какой-то сцены с небовиками неплохо Вот Дальше есть Nerf Который будет в точке ролла Дальше есть новый метод Который я сейчас скажу Который будет прям супер Вот В чем суть? Теперь вместо того, чтобы мы Не робко надавали для каждой точки Плотность Мы будем вместо плотности давать расстояние до объекта Это тоже такая мера Которую можно использовать для Понимания геометрии сцены Потому что у вас есть Такое однозначное соответствие Между вашей сценой И функцией от каждой точки Расстояние до брешевого объекта Вот Называется Summit Потому что Обычно Как вы считаете Что у вас внутри объекта Было также расстояние до границы объекта Причем с знаком Минус Вот А так главное Что надо знать Это что у нас есть Нейронка Которая обучается тому Что бы она для каждой точки Предсказывала восстание до брешевого объекта Вот И Что я хочу сказать Да Для рендеринга Мы на самом деле Используем все то же самое Что и Что и Нерфа То есть Мы преобразуем SDF в Там Меру плотности По сути То есть РМ с нурем И когда намечены Она положительной То есть Точка вне объекта У нас плотность Соответственно должна быть Нулевая Мы преобразуем SDF в Плотность И Делаем такой же рендеринг Как внефе Вот Здесь я просто оставил Указание Что как мы преобразуем Плотность В Точнее SDF в плотность Мы по сути просто применяем В седьмую еду Это ровно такая функция Которая На отрицательных значениях Нулевая Постепенно Переходит в Положительные значения Когда у нас Значение Положительные Вот так и там Нужно будет развернуть Потому что По сути Положительный SDF У нас должна быть Плотность Маленькая А отрицательный SDF Должна быть Плотность Большая Там И знак И не поставлен В чем еще Главная Суть такого метода Когда мы Предсказываем Функцию расстояния А не плотность Мы можем Зафорсировать Такое условие Что у нас У функции расстояния Всегда Градиент Имеет длину 1 То есть Если мы Произвольно будем Произвольно Будем Будем Сдф И преобразовывать И обучать Экстену То у нас У нас Градиент У функции расстояния Всегда должен быть Один То она будет обучаться И в результате В конце обучения У меня будет Валидная Функция расстояния В общем В этом Пара идей Прикольно Но В чем суть вообще Главная Почему мы получаем Хорошие меши Поход, который используется Всегда в создании Меши Называется MarchingCubes Суть у нее образная Если мы для каждой точки знаем Предварительно Она должна быть Внутри объекта Или вне объекта То мы можем По частям Добавлять Три угольнички Так чтобы ограничить Все точки Внутри Внутри Меша А все точки Которые должны быть Снаружи Должны быть Снаружи Меша И постепенно Проходясь По всему объекту Мы можем Создать меш Которые все Внутренние точки Содержались Внутри Все внешние точки Содержались Снаружи И в чем Идея Когда у нас есть Плотность У нас нет Правильного понимания Какое Должно быть Значение Для плотности Чтобы у нас Получился Межправильный С функцией Расстояния У нас есть четкое известие Что Когда функция Расстояния Положительная Точка должна быть Вне объекта Когда функция Расстояния Знакового Расстояния Полигональные Модели Сильно Расстояния Опять же Нет проблем Потому что Мы не форсировали на него Четкую Кутов верхность И Непонятно Какую Меру Какое Число Для отреза Для плотности Считать Что Если плотность Больше То Точка Меньше Точка И Даже Если вы будете подбирать Разные точки Отреза Для плотности Все равно Меша будет плохой Потому что С SDF Мы Устроим Что у нас Валили SDF Это была идея Какой подход Для Меши Лучше Есть Подходы Лучше Меши И Дополнительно Они используют данные Средары Тоже Например Если Используют данные Средары То Меша Все Проблемно Немножко О Что будет Самое прикольное Одно из моих любимых Это совмещение Ганнов И нерпов Ганны у всех Было через 2 дня Примерно Но я Примерно Обстрактно Присню Что такое Ганны Допустим У вас есть много фотографий Лидс Это Бесконечный генератор Лидс Который не существует У нас есть моделька Которая просто Случайно Создать Лицо Человека И Человек Очень реально существует Потому что Очень мало вероятно Что случайно Сгенерировано Здесь Лицо Очень вероятно Что у нас есть Виальность Поэтому Называется Сайт Технология Которая Создания Генератора Лидс Называется Ган И в чем У него такая Идея Если у нас есть Большой Большой Датасет Лидс Одного формата То есть Картинка С лицом То мы можем Создать Неромку Такая Неромка Такая Которая Называется Латент Будет генерировать Вам случайное лицо А что если Мы хотим сделать Ган Который Генерирует Не 2D Картинку Лица А Трехмерные Лица А давайте Достаточно простую Идею Такой же Датасет Лиц Мы заключим В этом 2D Генератор Генератор Трехмерных Лиц И Диференциальный Рендерер Двумерных Лиц По сути Вот это вот все Бокс Это Такой же самый Генератор 2D Мы его можем обучать Примерно так же Как и генератор 2D Просто теперь У нас здесь В подложке Хранится Трехмерный генератор А что за трехмерный генератор Он делает Это буквально Окей У меня здесь не будет четкой Архитектуры Что это за трехмерный генератор Но по сути Это просто Нерв Нейронка Которая дополнительно Посылается Вот этот самый Латентный генератор То есть Вы обучаете Нерв Который На вход Получает Точку И латентный генератор И он научится Через всю эту стадию Весь этот процесс обучения Генерировать По случайному Латентному вектору Случайный Или В зависимости От того Датасета Который Вы модерите Он может генерировать вам Трехмерные лица Трехмерных котиков Трехмерные растения Потому что Используется Растения Которые используются Частные Для примера Благодаря тому Что мы делаем Трехмерные лица Мы можем делать Такие Вращенные группы Потому что Трехмерная структура Мы можем ее Ренериать С разных сторон Давайте я на всех случаях Еще раз нарисую Как эта архистура выглядит Потому что Это Делегидер То есть Раньше мы обучали нейронку Которая Для Точки Как свои Нейронка Цвет И Плотность Ну Сигма Поставим Обычный Пример Плотность Теперь у нас будет такая Нейронка Которая Векторный Латентный Будет пояснение На лекции Можно считать Это Сид Часто Программирование используется Для Радонной генерации Как это Сид Однозначно Задает Радонную генерацию Но Здесь Будет Вектор И Тоже Самое И Сид Ну И Там Вот Это Радонная генеральная сеть Р Габарит Цвет И В чем главная идея До этого Мы обучали нейронную сеть отдельно На каждую сцену А теперь Когда мы обучили Нейронную сеть Которая Принимает Флотентный Вектор И Координаты И дают Рабарит Цвет Теперь У нас Нам не нужно обучать Нейронную сеть Заново Когда мы хотим Гнировать Новое лицо Мы просто даем ей Новый латерный код Вот этот самый Латерный вектор И она гнирит нам Новое лицо Получается Такой вот 3D-ган Который Основывается На ней А ты хочешь Что-то Не 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 Вот И он правда справляется с гнироватой лиц Опять же Кормят в него разные Ватерные векторы И если мы Создали Меш по этим лицам То у нас Получаются Вот такие вот результаты Вот Ну и опять же То самое прикольное Это обучается На 2D-детасетах То есть там неужды 3D-детасет лиц Чтобы это обучить Поскольку мы используем Такой blackbox 2D-генератор Хотя Под ним на самом деле 3D-генератор Мы можем взять Большой 2D-детасет И На этом 2D-детасете Обучить 3D-генератор Так чтобы его 2D-рендеры Выглядели реалистично Дискриминатор Чего решает? Что? Дискриминатор Чего решает? Дискриминатор Ровно такой же Опять же Можно сказать Что Процесс обучения Ровно такой же Просто у нас теперь Аксистура такая же То есть Дискриминатор Вот Теперь у нас просто Мы генератор расширяем И говорим, что внутри него На самом деле Лежит 3D-генератор Дискриминатор У него архитектура Ровно та же самая Дается генератор Котинка Вторая Вторая вендор И реальная картинка Вообще все то же самое Вопрос Тех, кто Дискриминатор Дискриминатор Там такой же Старик Обучается На 2D-рендерсайке То есть Классно Можем сделать Я хотел сделать Дискриминатор 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 Вот этот Ровнерф Ну вот в целом Последний модель Последний модель Смотри Сота по реконструкции В плане Лучший поход Реконструкции Сейчас По качеству Под названием Дискриминатор Дискриминатор Около месяца назад Это все то же самое Нет, просто тут много Всех идей Поверх него Но это 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 Сейчас Граф Сейчас Окей Не месяц назад В апреле В общем В этом Интересно Насколько сейчас Это Другой вопрос Я спрашивал Те модели труды Это когда? Да Эпиграф Смотри сейчас Эпиграф Это что-то типа годовая данность Сейчас Проверю Это Совмещение Гонов и Семьяков А также Хотел сказать про Panahead Сейчас Это тоже будет В этой презентации не будет Потому что это очень недавно Типа две недели назад Или месяц назад Вот Именно специфично для лиц Которые И Которые Он месяц В общем Это очень качественная генерация лиц Тоже Ган Тут много идей Как сделать Обучение для лиц лучше Та Это Тоже Тоже Эй Тоже Тоже Один из моих любимых примеров, что если у вас есть сцена, которая в очень темных условиях сфотографирована А когда у вас в темных условиях сфотографируется сцена, у вас получаются очень-таки зашумленные картинки Не помню, есть какой-то термин, галерею ночь В общем, очень много шумов картинки из-за того, что у вас очень темные условия освещения Если вы будете умно обрабатывать причем не саму картинку, а RAW-файлы из фотографии Думаю, знаете, что из камеры можно достать сырые файлы фотографии, которые именно сырые данные из центров на камеру Если их обрабатывать нефтом, то можно по большому количеству таких вот очень зашумленных, плохого качества картинок Получить хорошего качества реконструкцию, потому что у вас в шум добавляется как некоторая неточность В исходной цветной точке Главная идея в том, что, усоединяя все шумы из разных ракурсов для каждой точки, вы получаете истинный цвет в каждой точке пространства И этот шум у вас убивается просто Айфоны делают? Айфоны делают? Айфоны делают? Идея похожая Мы просто в темноте делаем n-количество фотографий и потом из них усоединяем какие-то шумы Да, то есть там в IJR фотографии идея похожая На то, что, по сути, мы делали несколько фотографий на одной и той же сцене, просто с разными параметрами и неправильно их усоединяем для дальнейшего шума А здесь мы это используем в процессе интернерной реконструкции не явно И мало того, что это еще статья, которые делают такие классные эффекты освещения Мало того, что статья, которые делают реконструкцию по очень малому качеству, очень плохому качеству Они также приезжают эффекты, эти блюринг, эти освещения Да, хорошо И вот есть Что я хочу показать? Такие трамеры Просто все, рендер нет Просто все, рендер нет И я считаю, что очень классно, очень красиво Прикольно, что можно играться в глубинной резкости Граться чем? У глубинной резкости Да Но для этого ему нужны фотографии на разных резкостях Нет, ему нужны фотографии на разных резкостях Это симулированный эффект То есть у тебя фотографии Без какой-то обработки специальной Дальше у тебя уже просто После обработки ты можешь делать просто рендер и обрабатывать Да Когда есть 3D, ты же знаешь глубину Поэтому ты можешь сфокусироваться на любой глубине Но там до этого еще были какие-то фото И кто-то может видит видео, где отражение фонаря Прямо следовало за движение камеры На асфальте Какая-то темная была А что сложного? Ну это в 3D графике это считается давно Это просто у тебя в сети лежит освещение Каково? Как это называется-то? Физикс-бейст рендеринг Ёпта Эффект Фринелли Для воды это делается Все дела То есть он определяет источник света и дальше Ну да, да Классно все Можно создать очень красивый рендеринг Спасибо Ну этот из нервов Он скорее всего источники света Этот определяет Просто то, что яркое То и источник Ну и что отражает Ну вот отражающий, да По соседним скорее всего смотрит Панчас Ну как он определяет, что у тебя на сцене источник света Чтобы пересчитать эту Здесь? Ну предыдущая вот Или там где-то с асфальтом На асфальте правая, вернее Это движение вот влево, вправо Влево, вправо Ну у тебя по фотографиям Видно, что у тебя Разница в точках асфальта С разных позиций А приедешь там Эффект, который зависит от направления камеры Вот То есть это байт-дизайн Как бы Свойственность рендеринга с сети Байт-дизайн Просто потому, как ты сконструировал Включение сети Оно у тебя рендерит это освещение Потому что она знает более камеры У тебя есть ровно такая фотография сделанная Совершенного положения А не ровно такой свет И она просто вратит Ну там же промежуточные То есть промежуточные он как бы сам настроил Вот например у нас это У, есть какая-то такая Для этого мы направление и скармливаем нейронку Вот чтобы она научилась вот эти френели эффекты Тебе возвращать Не прощая Не ровно сама понимает То есть там никаких-то Подсчетов френеля эффектов нет Там все просто Она понимает что вот Такое направление луча Блияет так на цвет этой точки Поэтому Ну это есть расчет блин Эффектов френеля И есть расчет Да Вот еще штука Значит Есть Одна статья Которая была достаточно важная Для именно Ну не столько важная Для любителей Но важная для СОД методов Которые я показал То есть лучшие сейчас Эти конструкции Это Когда вы рендерите Вы интерпретируете Цвет пикселя Как интегрирование Доль луча Но по факту Цвет пикселя На него влияет Весь объем Который вот в этом пикселе содержится То есть Целый конус Там Если забирается Кудовой конус Но по факту Там такой квадратный конус Который Смотрен достаточно На цвет пикселя влияет Все точки Которые в этом конусе Вот И эта статья Она делает что Она считает На самом деле цвет пикселя Интегрируем Вот по такому конусу Там очень хитрые подсчеты Как мы сэмберем точки В этом конусе И как мы Считаем Патичные инфодики В этих Слайсах Конуса Но суть в том Что Так мы добиваемся Отсутствие эффекта Антиалия Отсутствие алиасин Если вы знакомы с графикой Там есть алиасин И Блин, просто я не добавил Визуал про это Но В моем сайте Было то Что Базовый Если Смотреть В этих Аккурсов Из других Масштабов Получается эффект Алиасин Из-за того Что они Чисто Сурой Муч Сэмблер Вот Если посмотреть На Нижний Левый Это Сейчас Нет Нет Сейчас Здесь Мы Здесь 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 некий такой базовый пример, который я сам с вами закрепил сейчас Суть в чем, у вас происходит вот такой вот кликеринг в левом рендере, в котором у вас пиксели резко меняются из-за того, что у вас резко скачут лучи по... Из-за того, что вы центрете именно свои лучи, как луч, такой вот очень прямой, у вас скачут значение пикселей... Я не знаю, как произвести Но в Niknev, благодаря такой более физически аккуратной интеграции в пикселях, получаются более гладкие рендеры Вот справа, Niknev. Более гладкие рендеры В низких разрешениях Я, возможно, поставлю позже, но то, что я показывал сейчас самый лучший метод для реконструкции будет буквально Стоит подъяв Это совмещение Niknev и Instant NGP То есть Niknev это то, что вышло как раз 7 месяцев назад Или 3 месяца назад, да? Вот Он очень большие сцены С очень качественным рендерингом Благодаря совмещению вот этой идеи и хрешинг кодинг, который я показывал Какие именно ресурсы ушли на создание теста? Давайте посмотрим, кто-то реально пишет Ну да, обычно 3 статьи очень красивые результаты, а потом такой Нам понадобилась неделя на 4х А100, чтобы это натренировать Так Тут еще стоянная большая Так что да Давайте Так Восемь Восемь Вмедиа Тесла Ой У меня плохо Сколько Сколько Зонерались Даже У меня А 4х У меня Там У меня У меня У меня У меня У меня А, вот. Ой, я не верю, что они за меньше часа наценировались. Ну, в случае, сейчас это мощный потенциал? Очень плохо за час такую мощную модель тренировать. И на такой большой сцене. Ну, на 8 ГПУ, что ли? Или сколько? 4 или ГПУ? 8, ну, где тестов, такие очень, тестовый стоп. Да, 8. 8 штук. Час. На одной ГПУшке сутки уйдет. Ну, так видно, что для этой сцены ушло час. Ну, только это на 8 ГПУ, если наоборот, на одной ГПУшке, то это почти сутки по диве идут. На одной ГПУшке, а не на видео. А с другой стороны, опять же, Cone Rendering, Cone Tracing. Это же тоже в обед 100 лет техники рендеринга. Они тут его в обратную сторону, что ли, запускают? Не, я просто не знаю про эту тему. Но в тренировке лучей есть также подход для именно... Да, конусом. Ну, окей, это логично, конечно. Херочить или пирамидкой, или конусом, да. Не, ну, я про это не думал, да. Просто здесь данный подход, это достаточно логично, потому что написано, где все точки внутри этого конуса. Я не помню, я читал статью, но не помню, что там было проведено, но если она ничего нет, то это все получили. Я не понял, скорее всего, все придумано. Ну, просто заимплементинг для всех. Я не понял, может быть, они его в обратную сторону запускают, как бы. А, они в обратную сторону? Ну, вместо рендеринга реконструкцию делают. Не рендеринг именно, вот этим контрейсингом, а в обратную сторону, как бы, рассчитывают. Ну, здесь используются все те же самые операции, что в нерфе. То есть, если какие-то ключи будут большие изменения в архитектуре. Ну, вот, а конус-то от чего добавляет-то? Конус добавляем, потому что мы... Ну, и что меняется, когда мы добавляем конус? Когда мы добавляем конус, смотрите... Ну, да, ну, они самплинга больше делают, да. Да, 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 то есть мы применяем такие вот камеры, такую вот камеру, вот, и есть вот такой вот луч, такой вот луч, и там, допустим, еще одна камера, и такой вот луч. Вот, и мы не сэмплируем точку на этих лучах, и, окей, мы теперь можем ее надеть с этой точкой. Допустим, мы захотим нерунки скамить вот эту точку, да? Даже посередине. По факту мы ни в какой момент не говорили... Ну, у нас могло быть много таких пропущенных точек в процессе облучения, которые ни в какой из этих точек не покрывались. Вот. А когда мы делаем бонусы, такие вот, у нас здесь все просто покрывается, и мы убеждаемся о том, что у нас не будет таких вот артефактов проявления на ринге из-за того, что мы какие-то точки пропустили. Примерно понятно? Ну, то есть... На практике это почти никогда не используется, только используется вот в таких вот экзотических метрах, которые мы хотим, типа, сотов, кажется, достигнуть. Не, ну как-то это... Супер сильно походит на старый добрый COWN трейсинг. Ну, я не знаком был со средствами. Так, значит, идем дальше. Да, и еще прикольные идеи по типу. Мы можем хранить... Хранить в ТД-пространстве тоже самое ТД-боксе Мази. Теперь вместо хранения RGB и Sigma значений в каждой точке мы храним фулиндекомпозицию цвета и плотности. И когда мы делаем тридеринейную интерполяцию, мы делаем интерполяцию не... Ну, типа, мы берем каждую точку, она не четко попадает в клетку, она попадает в пространстве клетки, поэтому мы, типа, усоединяем значение в тех точках, которые попадают в клетку. И вместо того, чтобы усоединять именно значение плотности и цвета в каждой точке, мы храним в каждой точке фулиндекомпозицию, то есть коэффициент фулиндекомпозиции цвета и плотности. И усоединяем их, и потом уже все эти коэффициенты и коэффициенты и коэффициент обратно в фулиндекомпозицию цвет и клеткость. Это помогает достичь... Это тоже одна из людей, на самом деле, для особого ускорения, потому что, естественно, качества будет меньше, потому что такую технологию, естественно, мы можем только на клетку разрешении хранить. Но если сравнивать по скорости облучения некоторых сцен с рефом, то приноксидосовый подход с физикой композиции цветов и цветностей обучается сильно быстрее И можно еще у них время-время, когда у них обучение нет Очень дорогая Вот, теперь интересно Для очень-очень больших сцен, например, если мы хотели бы подменить нерв для визуализации каких-нибудь городов-процессов, прям огромных зданий Нам хочется нерв запускать прямо на целых городах Как же мы это будем делать? Буквально у нас есть фотографии из дрон города И очень простая идея на самом деле Не надо какие-то статьи показывать, как это делается Мы просто обучаем несколько нервов Одни нервы с фотографией дронов на высоком уровне Другой нерв на еще более высоком уровне И еще другой нерв на фотографии, как очень близко к зданию Тогда вместо того, чтобы обучать один единственный нерв на весь город Мы можем использовать нерв нужного нам масштаба Когда мы прилетаем к камере достаточно близко к конкретному зданию И используя в каждом... Я как этой камере использую правильного масштаба нерв Мы можем получать на каждом уровне качественные номера Это все для меня правильно Обучены на передачах вообще Позже еще будет стать то, что Google Maps всегда надседали Что они будут делать исследования зданий и даже внутри помещений Внутри помещения названия можно применять Я думаю, что они потом будут применять А для зданий на экране очень похожи Ну и очень похожи на этот штук Может быть, на самом деле Есть еще такие забавные идеи И, скорее, на самом деле То, что можно... Если использование одного такого... Нет, который тестен за один блок Пришло всей сцены Можно сделать так, чтобы одна нерв была тестована за маленькие кусочки сцены И это помогает очень сильно ускорить Потому что теперь у нас очень маленькие нервы И мы, когда проводим нервы сквозь сцены Нам нужно использовать больше одной нервы Но теперь они очень маленькие И только на ограниченном количестве кубиков Получается вот такое нервы В 2000 раз Забавно А какие-то минусы в этом есть? Минусы в этом есть такие, что... Как сказать... Минусы в этом есть такие, что... Да-да, больше... И, учитывая, что ты пытаешься При рендере луча Ты будешь проходить через парочку Они даже суммарно меньше, чем Но это чем-то главный нерв И... Вот это... Хреново тебе рассказывать У нас есть одна нервы в каждой клетке Будет очень маленькой И она, конечно, с такими деталями справляется Но бывает сцена посложнее И там уже и ограничения по памяти будет настигать Потому что... Насколько сильно нужно разделить Сцены на публике И оптимизация по времени, и по памяти Это очень хорошо, чем у нас с таким количеством Нервных сетей В общем-то... Тридов, понятно, нечей Вот... Так же... Жазины, которые не хотят ввести код Все, что я говорю, если нет плашки CodeNotReleased Код доступен, вы можете запускать этот метод У себя на компе или на сервере Все доступно Вот... Здесь идея простая Вы также... Похоже на келонерв У вас неонная сеть У вас большая стена Сделяется на блоки Достаточно большие И за каждый блок Ответственна своя неонка И таким подходом Можно регистрировать Планцелл из Сан-Франциско Заняли крылая дорожка из Сан-Франциско И... То есть... Там... По сути статья Про то, как они на машине Проезжали с 360 камерей по Сан-Франциско Причем в разные времена дня То есть... В разные времена дня все происходило И... Регистрируюли весь Сан-Франциско При этом могут там его... Рендовать... С разным освещением Опять же, это все не в бендах Сан-Франциско Вот! Я хотел сказать И было бы интересно Про камеры Про то, как можно подправлять камеры Во время обучения Вот! Если мы... Если мы банально будем Улучшать нерв-камеры Там... Случайно их По... По... Сфере Случайно будем Одином способом Оптимизировать камеры То они, конечно, будут Оптимизироваться Но очень вероятно, что Они соорудуются в Локальный минимум Который не оптимальный Вот! Есть статья, которая Работает Не при совершенно Рандомно-интемизированных Камерах А вот при очень не точных Позициях камер Как это работает? Я... Блин, я не ставил Визуал Только это работает Сейчас я быстренько покажу В чем суть Я обрезаю Постепенно Я бы не знаю Визуал Они как-то В видеокамер С хорошей Визуал Они делают Постепенное 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 высокочастотный position encoding, который используется можно на весь развернуть можно на экран на весь развернуть я показывал, что это нотация для position encoding когда мы делаем высокочастотные признаки для координат чтобы нейронка могла изучать очень маленькие детали когда мы обучаем нейронную сеть вместе с этими высокочастотными качами у нас градиенты, которые проходят в эту камеру если мы пытаемся взять эту спуск, они будут очень резкие и очень сильные вот, допустим, камеры, по сути, так и так выглядит прямо самый позиционный кузин при высокочастотных числах и производная, то есть градиент, который идет в камеру будет выглядеть вот так, то есть он очень разрывчатый, очень плавный и там очень сложные, соединительные калинии вот такие лесные не очень силы в идее, в зависимости от позиции вот поэтому их идея это вот мы, по сути, будем в течение обучения умножать наш позиционный кубник на какой-то вес то есть сначала мы используем несколько частотные позиционный кубник то есть просто 80x или 82x но не все высоты частотные, которые 80, 1000x вот и постепенно в течение обучения мы будем увеличить это значение веса то есть оно будет включаться в позиционный кубник для более высоких частот когда у нас идет низкий частот, которые используются для обучения у нас и маленькие объекты еле-еле обучаются но и в камеры проходят сильно лучше градиенты вот поэтому получается вот то, что и камеры сильно лучше обучаются конечно, например, здесь это если не используем пристепенное включение позиционного кубника слева, если не используем с самого начала все позиционные кубники вот вот такая простенькая, но рабочая идея они в некоторых случаях показывают, что они справляются даже с камерами совсем неизвестно в некоторых случаях, когда рекомендуется такой подход использовать, когда камера не идеально известна вот дальше есть некоторые подходы, которые с помощью дополнительного процессинга помогают обучать нервы на неорганичных фотках то есть в фотках, которые это конкурсов фотках, которые были снабы туристами с разных прокурсов ну да, с разных прокурсов всегда в разное время года в разное время дня и с иногда препятствиями против других людей если они в моих моделях процессят картинки на фото они могут себя реконструировать отчаяться отчаяться где-то подвижать нас в мы 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 Спасибо. Вот здесь, например, я показывал то, что сейчас стоит объявл в конструкции, качестве конструкции. Реагнёв — это тоже такая, ну, не будут даваться подобности, но если вы кормите нефу только три фотографии сцены, то получается просто слева — недостаточно информации, потому что качественно сделать конструкцию. Но если вы руками будете добавлять некоторые ограничения в структуре сцены, то есть вы там будете форсированы нейроны, чтобы были гладкие плотности в зависимости от координат или другие ограничения, то вы даже по трем фотографиям чисто сцены можете получать хорошую конструкцию на сцене. Есть также то же самое. Точно показывал, что есть нефть, который предсказывает не плотность, а зерк. Есть также подходы, которые добавляют всякие ограничения на SDF. Выход нейроны сети тоже самое с гладкостью, при этом с кривостью меш, то есть там можно накладывать некоторую ошибку на GCN, на нейроны сети. И получают все-таки сильно более гладкие, очень качественные меши при конструкции. Есть подходы, которые очень хитрые. На практике точнее, что они не используют, потому что актемер работает. Но это немножко про только сделать нефть, который не надо обучать по-новому для каждой сцены. А именно шамадея. Вы обучаете заранее какую-нибудь светочную нервную сеть. Эта светочная нервная сеть будет для каждой картинки выдавать какую-то картинку фичей. По сути, немножко такого размера. Потом для каждой точки вы будете проецировать эту точку на каждую картинку, брать тестующую ключу из светочной сети в эту точку, соединять, суммировать все эти признаки из светочной сети. И это использовать на вход в нерв. И приколь в том, что это использует на вход в нейронную сеть, которую вы тоже обучаете заранее. И приколь в том, что теперь на новых картинках, если вы на этих новых картинках запускаете на светочную нервную сеть и этот мультиловер прецептрон, этот самый полносвязый прецептрон, то вы можете на новой сцене также ее конструировать. То есть вам не надо ее заново обучать нервы на каждую новую сцену. Это, конечно, работает так себе, часто очень. Тут есть демонстрации, конечно, примеры. Они обучаются на каких-то компетентных дезацетов. То есть эти светочные сети, полносвязанные сети обучаются на дезацетах, в общем, студиях. То есть они по картинкам студиях, по картинкам, по картинкам студиях, по картинкам, могут сделать инструкцию. Вот такие очень славненькие примеры, которые показывают, что такое может работать. В сомнении, но главное, что пиксель нерв, это то, что показывают. Здесь они по одной картинке, вроде как, делаются только для объекта. Используются заранее предыдущим. Вот, еще очень классная, прикольная тема. Полезная для... Не знаю почему, но прикольная тема. Если у вас есть много-много изображений, например, сцены, дороги с разных акуса, и у вас дополнительно есть модели, которые делают сегментацию этой сцены на разные объекты. Вы можете взять... Допустим, на машине проезжаться к какому-нибудь району, использовать этот сегментатор, и дополнительно нерв у вас будет подсказывать не только плотность и цвет точки, он будет даже подсказывать выявление сегментации этой точки. И у вас будет конструироваться дополнительно структуры сцены, также и разделение сцены на один объект. У вас в 3D теперь есть метки и сегментации для каждого объекта. Также есть попытки сделать обучение нерву на динамических сценах. То есть, например, то, что я показывал, то, что у вас нерв при обучении будет так же конвенцировать в этот момент времени, и он будет пытаться это использовать для того, чтобы предсказать какую сцену в этот момент. То есть, должна быть точка иметь высокую кодность в этот момент или нет. Но есть подходы, которые сильно лучше справляются с этой задачей, а именно для создания нерв плей, который делает вот такие вот нерв френдеры. Это вот нерв френдер по динамической сцене. О! О! Тут еще несколько примеров то, что мы одной движущейся камерой видим. Слева пример. Это на сцене, которая снималась камера лигом. То есть, там было штуки, не знаю. Есть камеры, которые снимают эту сцену с разных ракурсов. И потом камеры это все динамические, и вот нет. У нас получилось сделать динамическую инструкцию, и теперь осталось все сразу с трон. Так же можно это делать, конечно же, с одной камерой. То есть, мы с одной камерой снимаем видео, двигающуюся, двигающуюся. И можем отрендерить с двух ракурсов. Вот здесь еще пример. На сцене. На сцене. Не, там написано, что было ускорено в три раза. О! Ускорено сейчас. Вот здесь, вот так, с двумя. Оно работает. И тут еще главная идея, которую я хотел бы выяснить В большинстве случаев, когда мы моделируем динамическую сцену То есть, когда мы хотим нервничать динамическую сцену Мы вместо того, чтобы обнеробную сеть То есть, оставим в основном, я написал X, Y, Z и момент времени Но подход, который используется наиболее часто, наиболее рабочий, хорошо рабочий Это предположим, что у нас есть какое-то состояние сцены, допустим, человечек Человечек, который двигается, у него будет некое статическое положение Которое мы считаем статическим, то есть, экономическое положение И будет вложение двигающейся Прособен, например, сюда-сюда И у нас будет еще одна неровка, которая называется information in Которая будет предсказывать, как эта точка соответствует канонической позиции То есть, она будет, по сути, deformation in На вход XYZ в deformed space На выход просто координаты, но тоже координаты То есть, у них появится плотность, а другая нейронная сеть Координаты будет нормально построить То есть, например, которые на экране Допустим, мы предположим, что этот трактор может двигать своим копшом, да? И мы захотим реконструировать эту сцену, которая стоит за этим Но у нас все-таки предположение, что это статическое У нас будет некоторый статический трактор Мы будем предполагать, что существует некоторое статическое действие трактора И у нас будет нейронная сеть, которая будет предсказывать деформацию сцен То есть, в положении, когда ковш поднят Для каждой точки какая-то, на самом деле, точка в исходном пространстве В каноническом пространстве Вот И И Вопрос, например, очень другой Тоже будет показываться Как можно реконструировать человека по движущемуся видео Когда он там танцует, двигается То есть, наше другое носить информации будет предсказывать Предсказываться соответственно между этими точками и этими точками Причем, ну, для человека есть очень четкое понимаемое каноническое пространство Это когда он в этой позе Мы всегда используем его для графики в делении персонажей Мы также будем использовать каноническую позу при реконструкции людей Причем Причем классность идей Там нужно было обучать эту нейронную сеть деформации с нуля То есть, у нас не было никаких знаний, известных данных о том, как именно ее обучать У нас есть сцена с видео Мы обучаем одновременно и нерв для канонического пространства И нерв для деформации Но у нас есть для людей такие подходы, которые следят за движением человека И у нас есть некоторые специальные сделанные модели человека, которые можно насаживать на эти движения И благодаря этим моделям человека мы дальше можем понимать деформацию всего пространства То есть, если у нас наш пространство это человек Мы можем насадить эту модель человека на то движение, которое мы определили по эстерматорам И можем делать реконструкцию людей благодаря этому То есть, теперь нам не нужно учить эту нейронную деформацию с нуля Мы можем, по сути, учить нерв такого человека А деформация нам уже дается теми предыдущими подходами Идея на вход видео такой есть с танцующим человеком А мы можем его дать реакции Хотя он где-нибудь еще сегодня как Такую же идею можно использовать для рейс У нас есть такие же подходы для общих моделей лица Это называется Flame То есть и тот предыдущий из разных моделей людей Там тоже у него были названия Но по сути у нас есть Flame, которая такая общая модель лица То есть параметры, которые контролируют позу, формулу, экспрессион И эту модель лица можно насаживать на ваше лицо На лицо любого человека, который двигается И она будет давать некоторую информацию Для нейронной деформации Или заменить эту нейронную деформацию Для того, чтобы понимать, как именно сцена двигается И с кадром надо И есть методы, которые очень хорошо составляются с этим То есть конструкцией лица тем нефов То есть, опять же, что здесь как-то работает Мы насадили вот эту модель лица на чье-то лицо Обучение не в метростатическом положении этого лица Теперь, двигая вот это вот, вот этот вот меш Мы можем двигать и аватар Вот это работает вот так Да То есть мы, грубо говоря, делаем анимацию параметров Flame Да А потом по параметрам Flame мы сразу рендерим Да, параметры Flame И движение ненешнего Flame Влияет на, по сути, дефтует деформацию Из канонического пространства Деформируемого пространства И это же И здесь уже просто рендер нерфа Просто опять же Мы выпускаем лучи Используем деформацию Flame Для того, чтобы деформируем Каноническое пространство И там уже используем наш обученный нерф Вот Так Может, я не понял В смысле, вот этот мост между Flame и нерфом Он За счет чего? Он тоже учится, как бы? Да, сейчас попробую показать Вот это вот Там где этот Вот это, да Значит Нам нужна была нейронная сеть Которая по деформируем другу кадру Мне скажут, какая точка Она Какая точка в этом кадре Вот Здесь нам нужно было обучать нейронную сеть Да А здесь Теперь У нас, когда деформированный кадр У нас насаженное на твое лицо модель Flame Ты вместо того, чтобы обучать нейронную сеть У тебя есть внимание в TD, как выглядит это лицо Ты просто берешь точку Допустим, берешь ближайший треугольничек И смотришь, как он двигается этот треугольничек Flame из кадра в кадр Вот И так ты можешь получить деформацию твоего лица Из деформированного пространства Каноническое Да Ок Все Вот То есть прямо в тупую Ну, просто в тупую Есть Ну, то есть Многие походы на самом деле Они не идут в тупую То есть триугольничек с Flame Что они двигаются Как двигаются Как двигаются Они Они обучают нейронную сеть И Во время обучения Ей дают ошибку По сути Она должна двигаться как Flame И по сути Благодаря этому Они могут также обучать информацию Или сережек полос Хоть при движении лица А Flame просто как помощь во время включения Вот Вот Поговорим про Применение Нерфов В творчестве Мы заканчиваем Наверное Через 15 минут У меня как раз На 15 минут Осталось Значит Есть такая штука Как дивизионные модели Наверное У вас проект будет через 2 дня Тоже Вот Значит Есть всякие Подходы Более закрытые Стэбилдивиджини Есть Тэбилдивиджини Есть Тэбилдивиджини Который Тэбилдивиджини Тут Естественно Все подходы Для использования Тэбилдивизии В каких-то более коллекционных способах Это Стэбилдивиджини Потому что он Тэбилдивиджини Давайте сравним И если показать Действионные модели С Ганнами Это плохая Поэтому используешь Что-то такое Ганн Как нейронная сеть Просто берет Этот сид и гнилирует картинку. Диффузионная модель, если очень простыми словами, она постепенно корректирует картинку, пока не получится желаемый результат. Тоже она входит в что-то типа седа, просто сед теперь не в форме какого-то вектора, а в форме шума картинки. И не уносительно будет постепенно-постепенно подправлять картинку, когда не получится хороший результат. Это очень упрощенный вид на диффузионке, но главное, что хотим узнать, что диффузионки, как мне кажется, получили такой хороший успех, потому что тут нейронка очень много поправляет желаемый результат. Поправлять, пока не получим очень хороший желаемый результат. Тогда как нейронные сети в данных просто разум предсказывают картинку и все это. Мы можем, конечно, смотреть на все это математико-диффузионными сетями, но давайте мы видим. Давайте поговорим о том, как можно использовать это для нервов. А именно мы знаем все о том, что существует диффузион для генерации картинок по тексту, основной счет генерации 3D на 3D по тексту. Это тоже возможно. Идея достаточно простая. Если вы очень важны слова, у нас есть собачинка или котик. Но он пока что выглядит как странный котик. Маткартовый. И мы смотрим на него сразу заставлен камерами. И этот котик это не котика. То есть мы его рендерим и получаем картинку странного котика. И мы диффузионные модели говорим. Что нужно добавить? То есть мы представляем. Диффузионная модель, как я показывал ранее, она предсказывает, как надо поправить картинку, чтобы она выглядела более реалистично. Или соответствовала больше какому-нибудь промпу. То есть у нее есть промп, она хочет генерировать промп. И, допустим, здесь ей дается странный котик, и она знает, что мы хотим получить хорошего после старта красного котика. Меня подсказывает некую такую картинку, что надо добавить к этой картинке, чтобы он увидел как более реалистичный котик. И мы это вот использовали как ошибку для нашего рендеринга. То есть мы здесь когда мы рендерили, если бы этот рендер к нему добавилось вот этого, то был бы более реалистичный котик. Мы это вот можем использовать как ошибку, чтобы провести это где-то спуском в этот нерв, так, чтобы нерв стал таким, чтобы это в отход добавилось к картинке. Проводив этот кредитов спуском, мы можем обручать нерв так, чтобы этот котик выглядел более реалистично и более так, как хочет диффузионная модель. Примерно понятно? Если есть вопросы, скажите, да? Диффузионная модель нам дает некоторый гайденс, как именно должна выглядеть нейронка с разных сторон. Как именно должен выглядеть нефть с разных сторон. Изначально у нас нерв, соответственно, пустой, мы натилизируем нейронку и нерв пустой и получается какая-то овлекая шумная. И мы смотрим диффузионку постоянно с разных сторон и говорим, что вот этот рендер должен выглядеть больше, как, я не знаю, космонавтский нерв. И он постепенно-постепенно поправляет картинку рендера, но мы это все спускаем, и он постепенно-постепенно поправляет саму нейронку нерву. Получаем нейронку. То есть очень долго достаточно это делаем. Мы можем по промпту с диффузионной моделью при отстренировании получить 3D-объект просто по запросу. Вот. Значит, да, DreamFusion — это подход, который изучаем в статье. Например, видите, что они используют в моделях имиджена, которая одна была. И проблема в том, что имиджен — это closed-source, то есть такого подхода нельзя сделать в реальной жизни, потому что есть closed-source, closed-stained diffusion, closed-source, то есть у нас к ним доступа нет. Но миру консорса шикарен, потому что сделали весь тот же самый подход, но поверх stable-дефьюзена. То есть буквально есть этот репозиторий, вы у него заходите, там есть коллаб, вводите промпт, и он изгнеет вам любую штуку по промпту. Классно? Классно. Классно. Конечно, есть тоже самое промпт-инженерение для того, чтобы достаточно детально описать, что он хорошо изгнеет вам 3D-объект. И если быть очень неосторожным со своими промптами, получается вот такие вот чудовища. Тоже можно поставить для креативности. То есть специально делают такие промпты, что в результате будут получаться много лицевые котики или многохоботовые слоны. Идея, почему такое можно получать, это понятно. Мы камерами смотрим с разных сторон, и в каждой камере говорим, что здесь у нас должен быть котик. Поэтому мы с разных сторон пытаемся сделать лицо котика. Вот. Получается вот так вот. Вот. Но вот этот самый репозиторий Stability Infusion, у него постоянно есть какие-то изменения, постоянно какие-то улучшения. Когда в какой-то момент внесли уже изменения, это реконструкция чисто плавной фотографии. То есть так же, как вы можете по промпту применять дивизионы, в общем, дивизионки, чтобы у тебя было больше похоже на какой-то объект. Вы можете дополнительно использовать как гайдинг какую-нибудь картинку одну, и этим способом, и дополнительно дивизионную нейронную сеть, до представляющей, как выглядит объект с других сторон, и облачать нейронную сеть, но чисто на объект картинке. Control-Lad уже прикрутили к этому. Что? Control-Lad уже прикрутили. Вот. И постоянно относится к интервенению. То есть я сначала показывал вот такие результаты, а там уже через какое-то время вот такие результаты будут появляться. Сильно большего качества. И там добавили очень качественное излечение МЕШИ. То есть если бы не старые результаты возникали МЕШИ, там такие очень сырые хирургии МЕФКО. А здесь прям очень, ну это уже излечение МЕШИ. Из-за такого подхода. Вот. Да, еще вот решение для таких вот подходов, когда у вас получается на лицо котики. Просто некоторые хаки для того, чтобы там дивизионная модель, она знала, что она смотрит, то есть она, допустим, знала, что с этой стороны, допустим, нужно быть лицо котика, а если смотрит с этой стороны, ей дается на вход какие-то данные о том, что она смотрит сзади моего котика, и она не должна делать сзади котика лицо. Поэтому по такому промпту она справляется делать котика с одним лицом. Вот. Еще такие подходы. То есть более качественная генерация объектов по промпту. И более того, они дополнительно генерируют спектриловую текстуру. То есть, кстати, если вы можете по промпту заглянуть не только меш, но еще и текстуру для этого меша, и спектриловую текстуру для этого меша. Вот. Я, кстати, и сейчас не смогу сказать, как мы ее спектрил и текстуру делают, но вот еще один метод, который хорошую делать конструкцию по видеографии. Все это уже привезли, да? То есть, можете вы себя спускать. Вот. Еще последнее, что скажу. Это можно использовать неф для стилизации нефта. У вас есть обученный нефт на какой-то сцене, и вы теперь можете использовать тот же Stral Transfer, что и часто используется на простых картинках, но она целом нефта. То есть буквально так же, как здесь, но теперь вместо того, чтобы он соответствовал какому-то промпту, вы будете постепенно изменять этот нефт, чтобы он постепенно соответствовал какому-то стилю или какому-то новому промпту. Поэтому вы можете изменять исходы. И в предстоятельный меш. Ой, меш. Нет. И давайте струкции. Менять. Класс. Мне удалось даже попробовать на номер актикетный. Он работает очень долго, но работает. То есть сейчас у меня? Да. Многие примеры, которые я хотел сделать, это взять, например, сцену с лесой. У меня в студио. И сказать ему, типа, превратите лесу в волка. И он очень медленно, то есть я дождался, он очень медленно справляется с этой задачей. То есть у вас постепенно-постепенно в сцене и он изменяет леса, превращается в волка. Здесь просто изменение цвета в основном, но есть небольшое изменение формы, то это больше положено. Такие дела тоже возможны. Вот. И еще просто поставка про то, что есть наиболее юзерпенд для нерв, реализация по названию Luma.ai. Есть приложение по названию Polycam для реконструкции меша по стегарке на айфоне. А есть Luma, которая именно не для реконструкции. У них есть вот такая вот рекламка. Это что-то, что типа работает в облаке, то есть вам не надо на своем компьютере запускать и обучать. Это максимальный юзерпендинг, который тебе поможет. И просто очень хороший положение. И там люди уже делают с нами всякие креативные штуки по типу… Да, также у него очень хорошее издействие меша. Объясняется приложение, где находится объект. С разных сторон. И дальше можно это все выключить и извлечь в приложение типу аналитму. Очень качественный скан получает это приложение. Это наконец-то перешло до самого-самого реального применения этой технологии. То есть… Они мыши горгают из нерфа. Там нерв? Там точно нет? Мне кажется, там нерв. Мне кажется, или там нет? Они не говорят нигде. Есть методы, которые обучают имену и нерв, типа и плотность, и SDF. Я и правда не знаю. Мне кажется, у многих примеров… Я еще покажу примеры, где видно, что у них облака. Облака при SDF не получаются. Когда? Они, получается, из нерфов получаются такие качественные меши. Вот сейчас покажу. Типа прям можно меши туда-сюда и здесь вырезать. Они буквально взяли и экспортное приложение меш будет аналит. И внутри приложения можно намешать. Надо подчинять. Ага. Вот. Что? Надо портить. Она бесплатная будет? Да. Вот посмотрите. Вот. И всякие креативные штыки, которые делают эти приложения. Какая-то первая реклама для Макдональдса, сделанная таким образом. Какая-то пенцишка сделала, да? И вот эти все сцены… Все, заканчиваем, да? Все, да. Просто не по минуту. Вот. Раз креативные, креативные. Два креативные. Так. У-у-у-у. У-у-у-у. Что-то такое возможно, когда строили инструкции. В общем, классная штука. И вроде на этом примерно все. На Gmail они там будут через Google. Вот. И из-за необсудив вот этого инструмент, который я показывал, из него можно тоже импортить и в Blender, и в Unreal. То есть для этого все есть. Вот. И Google показывал в какой-то момент, что они будут делать 3D-обзоры на здание, в фотосторон. Чтобы вот это будет строено прям положение. Вот прям таким образом будет строено положение. Сейчас положение нет, в лидерских, только где-то одинократах. Но более того, у меня будет возможность осматривать реставральные люди таким образом. Даже здесь топ-от это используется, что-то типа нет. Потому что другим образом ничего такого качества не сделает не смогли. Самое реальное, это минимум. Вот. И... Все, все. А это все последний слайд. Браво! Вот. Еще хотел показать классную штуку, но не знаю, как это все. И все. Если есть вопросы, обращайтесь. Я вообще не представлялся, я Митя. Я работаю в этом сфере. Мы все еще не придумали, куда вы нерв засунуете, что бы с ним сделать. Флайд. 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 Ну вот. Ну, пойму он. Я вообще не вижу, где они могут использовать. Спор. Ну, я слышал от World Challenge, что он, ну типа, он использует сейчас базовые штуки фотогометические для скана и для импортов. Игра. Можно и нефть использовать? Мне кажется. В смысле, как ты используешь нет? Ну, это штука.